Да, вроде и Трейн должны были выиграть Спраут, но как-то у БиПро получилось. Почему бы не попытаться повторить свой успех на карте Денюк? Ленин Тафф у микрофонов. Что думаешь, Костя, по поводу Нюк? А реально ли вот сейчас все-таки 2-0 БиПро? Скорее соглашусь со студией аналитики. Маловероятно это событие. Нужно, ну, как минимум действительно... Все правильно сказали аналитики, да, и начинать за КТ и поймать эту волну. При этом, на самом деле, не факт, что даже там какой-то условный счет 10-5 может команду БиПро спасти. То есть тут нужно уже что-то посерьезнее. Хотя посмотрим, да, конечно, статистика на Нюке у них отсутствует. И, судя по всему, это просто вторая неиграбельная карта. Для Спраут она с другой стороны хороша, и, скорее всего, это контр-пик против соперника. То есть ты берешь и свою, вроде бы не самую слабую, но одну из самых слабых соперника. А там пацаны 3 месяца готовят втихаря Нюк. Может быть. Ты качаешь демку их на Нюке 3 месяца назад, они там какую-то дичь делали. И ты вообще не поймешь, как их законтрить и что против них делать. Они твое уже все посмотрели. Реально тоже непросто Спраут будет проводить. Если там была подготовка, этот Нюк будет очень интересный. Реально им нужно 3-4 раунда за атаку. В принципе, что им нужно? Улица с Маки, раунд на плен за атаку. Причем с Маки там играть нужно уметь по-разному. Там и справа, и слева, и с агрессивными выходами на точку, и с проходом вниз. Какой-то сплитбетом. Ну и вот этим арсеналом пользоваться по минимуму и пытаться уже точить защиту. Вот и набросил несколько причин, почему этот матч настолько интересен, друзья. Атака, атака Бипро. Все-таки я не знаю, кто выиграл ножи. Может быть, они выбрали атаку такую реальную или вообще? Опять же, маловероятно, но может быть, да. Нам подсказывают, что спруты выиграли. И будут начинать как короли защите. Но Бипро решили не мудрствовать лукаво. Но на рампу тоже не пошли до конца. То есть сделали вид, что пушат. На самом деле, после этого отошли обратно. Могли бы сбрить мейн, но какие-то не очень быстро нашли на пристройке. Есть инфа по мейну. Тут мощный размен, но в большинстве пока что защиты. Сирсон все-таки упал с девятки. Бомба вниз. Что тут в вентиле происходит? Рафту дает фраг. Но столько 38 хп остается в догонку. Спиди не убивает. 2 в 2. Но по здоровью все гораздо лучше у ребят. И Спраут будет бомба. Это уже хорошо. Но Зикс чудом выживает. 3 хп. И нужно делать фраг здесь. Или уйти. Как же он убегает просто из-под этих диких спрутов. Да, дает отмашку тиммейту. Сам прячется на подъеме. Минус от Сирсона. Есть ответка от Зикса. И у Сирсона заканчиваются патроны. Нужно было попасть в голову. Но Сирсон успевает отрелоудиться и обезвреживает бомбу. А вот и первое. Он лука-малука для команды Бипро. Зикс запаниковал. Тиммейт сделал все. Открылся для него. Ему нужно было просто чуть-чуть шире назад стрейф. Хотя даже этого было достаточно банально. Не попал. Но дал бы чуть-чуть назад стрейф. Вообще бы просто две головы бы собрал. Выиграл бы раунд. Да он, по-моему, просто спамил в туловище. В этом основная проблема была. Коэффициент 1.25 дает замечательный сайт GGBet на команду Спраут. И 3.7 на Бипро. Учитывая, конечно, статистику, все по делу. Так, душить, душить. Не останавливаться. Нужно Бипро. Два Галила. Калаш. Ну, у всех арморы. Да, все арморы. Два из них без каски. В принципе, ребята там МАК-10 и... Второй МАК-10 докупили. Ну и у нас фастапленд. Кита слышали, видели. Он уже... Да ладно, не услышали. Ну, его вроде бы загоняют. Размен Т3 в 1. Все нормально. Эксэмка не сыграла так, как должна была сыграть Сирсон на Авике. Но очень опасно отдавать в руки сопернику этот девайс. Потому что все равно не выбить. Как минимум, у живых игроков нет. А ты заметил дальнего. Рокин никого не заметил вообще. Как? И мир бит прошел мимо него. Что? Рокин, куда ты смотришь? Это было жестко. Или давал кол. Не знаю. Может быть, по пингу потом посмотрим. Рядом сидят ребята или нет. Да просто разминулись, наверное. Так дальний уже точно был на экране. Ни переднего не заметил. Ни дальнего не заметил. Ну, вот с дальним, да. Не самая понятная история. Там же ладно. Не важно тут на эмоциях. И первый пистолетный прошел для Бипро. И сейчас они сыграли фаста и внезапно выиграли. Просто потому, что Спраут оказались не готовы к такому стремительному темпу. Это уже 1-1. В следующем, наверное, нужно быстро улицу разыграть. Потому что Айвик, скорее всего, не станет традиционно на прием просто этой пробежки. Будут бояться, возможно, за плент. Возможно, сейчас либо быстро в девятку выйдет Сирсон. Давайте обратим внимание, какое будет решение от защиты. Пока сравнивают пинги, у Бипро отставание, кстати, в среднем где-то в два раза по пингам получается. Ну, не думаю, что это намного влияет. Ну, влияет все равно. Да, чуть хуже. В каком-то смысле. Но, по крайней мере, не вместе, не на базе. Ни в одном клубе сидит команда. Все-таки все равно, когда можно посмотреть, монитор тиммейта немножечко упрощает тебе игру. И вот все-таки быстрый, быстрый очередной на точку. Это было уже ожидаемо в исполнении команды Бипро. Но все равно Рокинг шьет сквозь смоки на мейне, находит Сирсона. И все равно врыв удался. Да, Мирбит, конечно, может выиграть этот раунд. Все-таки из вентилей его могут не ожидать. Там один фраг и розыгрыш момента один в один. Но это ведь нужно еще выиграть. Так, Костя, чат, друзья, а где Сирсон отлетел? Кто там заметил вообще, где снайперская винтовка погибла здесь за секунду? Так все просто обсыпалось при этом заходе от Бипро. Его там не в мейне нашли? Конечно, вряд ли. Да, вот как бы не в мейне. Окей, Рокинг. Конечно, пошел поджимать будку и погиб. Но осознает, что Мирбит осознает, что раунд ему все равно не выиграть. Наверное, да. Денислав еще его перестреливает. 2-1. Ну, а 200, 2-700, 3-600, конечно, здесь экономически напрашивается. Так, Бипро будет самое смешное, если они станут пушить а до того момента, когда перестанет работать. Один раунд заготовленный мы уже увидели. Два раза аплэн четко все там про лям по схемам раскидывают. Вообще все обговорили ребята при таких заходах. Да, бывает там не все чекают, но опять же раунды выигрывались. Теперь посмотрим... Ну, ладно, здесь против пистолетов, возможно, просто станут подождут, потом просто выйдут в каком-то направлении. Либо продолжается давление на точку. Да, полетели или нет, все-таки хватит. На Б на этот раз здесь соло Мирбит и очень недоволен будет то, что к нему пришли еще соперники. Потому что доволен. Ага, здравствуйте. Второй Зевс мы уже видим сегодня, да? Да, как я кайфую от этого звуков рака Зевса. Который еще слышно на всей карте. На смс-ку себе поставили, на оповещение, на телефон. Просто огонь какой-то. Детектор кейсера в метро. Наверное, как-то так. Ну, или на улице где-нибудь. Или на улице. Укрепление длинного от Спраут. Но Вилтрекс туда не пошел. Так что по итогу решил устроить братскую могилу. Его после второго фрага забрали. Рокинг снова наформил немного денег. 3-1. Сейчас начинается самое интересное. Наверное, очередной фаста Бипро разыграть уже никто не даст. И вот теперь вполне закономерный вопрос. Что еще есть в рукавах? Какие тузы, какие козыри? Я не знаю, что было у команды Спраут последние недели. Может, там какой-то мини-отпуск. Но, опять же, я вернусь к разговору перед первой картой. Я вижу, что ребята сдали обороты. А сейчас ко всему еще. Ну, как-то вот парни без желания подошли к этому матчу. А вот получится ли все-таки собраться по ходу игры? Вот, наверное, это первая половина и покажет. Здесь уже серьезный настрой. Показали болгары. Отличная игра. 3-1 на карте соперника. Кэн 3-килл и посмотрите, тот авик не успевает в позицию, судя по всему. Да, рокинг. Просто сносит двоих. Минута 39. Он уже бреет мейн. Уже подходит в девятку вместе с тиммейтом. Сирсон, конечно, забирает рокинга. Но о Зигсе могут и забыть. Давайте-ка посмотрим. Он пытается законтролить точку под девяткой. Но фаван чекает. То есть была информация. Здесь главное сейчас не попасть под снайпера. Да, и сложно, сложно. Зигс, что тиммейты остальные делают? Заходят уже потихоньку. Да, иди сюда, дружище. Это вообще просто что они творят? Это грязь. И бомба уже устанавливается. И ситуация уже такая, что вроде бы можно и над сейвом задуматься. Потому что денег-то все равно не будет. У вас свободные вентиля. Свободен проход в Аплэнд. Да, давайте-ка мы ретируемся с места преступления. Какие-то такие команды, которые с огоньком, желанием, сумасшедшим стремлением. Вообще в каждом эпизоде играют. И смогут ли вот такой настрой поймать Спрау, друзья? И как-то вот перестроиться и вообще спасти сейчас это БО-3? Как ты думаешь вообще, Костя? Сложно сказать. Уже сложно сказать. Реально? Очень сложно. Вот как-то жестко. Просто, знаешь, скорее уже какие-то прогнозы делать, наверное, бессмысленно. Можно просто сесть и наслаждаться матчем. И особенно той грязью, которую вытворяют БиПро. Я имею в виду, что во многих случаях, поправь, если я неправ или ты там со мной не согласен, команда, которая редко играет карту, пик соперника, особенно такую, как Нюк, действует как-то медленно, пытаются играть от фрагов, где-то ползают. То есть нет какой-то уверенности в действиях. У БиПро все с точностью наоборот. Они просто в дикой уверенности в своих силах. Минута 39, ты уже забираешь мейн. Так, четкие колы. Сейчас вот третий раунд быстрый на Аплент, на оружейке мы увидели. И он вновь сработал. Сейчас с небольшим апгрейдом. И пока быстрый темп работает. Реально не могут здесь собраться Спраут. Сирсон, да, находит свой минус. Это очень хороший эпизод. Возможно, получится за сейвленными девайсами выиграть раунд. И с этого момента перевернуть немножечко в сторону эту. И счет немного выровнять. Да, Сирсон, конечно же, пойдет. Устоит ожидать снайпера. Но и ожидают, ребята. Флешка, тиммейт немного поджала. Тут как бы двоим не отдаться. Хорошо, Сирсона отстреливают. Мирбит также на авике. Отстреливает. Рокинг не сыграл на размен. Он в любом случае остался один. Его пытаются загонять с ЦЗшкой. Здесь неудача. Хотя у Рокинга 38 хп. Не слишком просто выглядит этот плач. Все, беги на Бену. Была же только что информация. Но решила через улицу разыграть. Давайте посмотрим, как его Мирбит будет принимать с ВП. Он пока не будет. Он за Ветелем сидит на точке. Смотрит дверь. Сейчас он слышит смок на улице, по идее. Но не ведется пока что на этот дым. Ребята, вам сейчас девятки так зайдут. В принципе, там по таймингу уже будут смотреть. Наверное, уже потихонечку будут ребята разворачиваться. Посмотрим. Наверное, в пылу сражения. Могут и позабыть. 36-35 секунд. Девятка это не такое читаемое. Потому что игрок там скорее на Б мог выйти через рампы. Ну давайте. Сейчас посмотрим. Ну Фаван под девяткой. Мирбит туда не смотрит. Не стреляй сразу же. Выйди, прочекай плент. Увидел второго. Ну все, выходи на стрельбу. Ха-ха! Вот тебе и стрельба. 1-3. А вот тебе и пятый раунд. Вот тебе и Рокинг. И команда Бипро. Боже, по-моему, я влюбился в эту команду после таких маневров, таких поворотов судьбы. Сейчас может было проще выйти, если бы прочекал дальнего. Просто бы дальнему хэдшот ближнего заспрейл. И все. Но и так идеально отыграл Рокинг. 1 в 3. Ребята немножечко ошиблись дверью. Отлично отыграл Сирсон с АВП. Там с парнями надавились в эту позицию. Пропушили ноль. Но все-таки Рокинг не совершил ошибку. Это 5-1. И давайте смотреть очередной раунд на девайсах для защиты. Сирсон теперь уже с АВПом играет на улице. Рокинг 9000. Это ты модель Терминатора назвался? Да-да-да. И его экономику 9050. Неприятная хэшка прилетела сейчас на рампу. Все, умер Мирбит. На размене. Тут как бы спиде. Тут нет размена. Они просто дохнут. Извините меня за это выражение. Что происходит вообще? Спраут, где вы? Ребята! На трейне остались. Вот так вот, друзья. Вот вам и 0% винрейта. Один сыгранный нюк за 3 месяца, который был проигран финской команде со счетом 7-16. Очень расслаблено. Они действительно забыли. Тут немножечко олдово. Аби-про работают. Но красиво, красиво действует команда. Грубо, я бы даже сказал. Но пока еще можно спасти свой нюк. Нужно как-то включаться в следующей оружейке. Интересно, что справа даже паузу-то особо не будет. Может быть, вот с этого раунда. А у них тут что было? Два раза аркада, дверь, будка. Один раз аркада, там, дверь, улица плюс будка. Аркада B была пару раз, да? Против пистолетов один раз выходили. И вот сейчас. Да. Тут мир Битпро спал. Они просто их не могут прочитать, куда этот быстрый выход будет. И вечно там получается классно по стрельбе у Битпро. Ну, реально нужно как-то спасаться здесь в этой ситуации Спраут. Возможно, отдавать рамп и сразу играть там через низ. Как ты здесь оказался? Рокинг. Очень, очень красиво. И самое неприятное для команды Спраут, что экономику не дают им наиграть. То есть сейчас вроде счет 1-6, а тебе по-хорошему нужно и седьмой отдавать. Атаке на карте, которую ты выбрал сам. Ну, опять же, конечно, защита это так вот все-таки. Наверное, по статистике, просто там, учитывая все уровни команд, защита больше раундов берет. Но опять же, смотришь, топчик, да, атака наравне играет. Защита сейчас 8-7, 7-8, это постоянно. Топчик, да, но во многих случаях, как раз там на тир 2-3 сцене все-таки еще силен этот стереотип по поводу слабой атаки. Ну да, какой-нибудь пропертый снайпер берет АВП и просто там набивает 25 в первой половине, и на этом все. Или не снайпер, или просто хороший аймер. Ну что, аркада на Бен, рампы через паузу. Но опять же, здесь экономический раунд, здесь нужно просто тимплей на разменчиками, не дать подобрать девайс соперникам, поставить бомбу, и все, как всегда. Здесь могла быть ошибка, но... Опять же, все, размены работают. Учитывая мощность девайсов. Ну что, Фаван 1 в 3, давай отвечай. Хочет тащить, но после фрага с ЦЗшки отходит, по-моему, как раз... Куда ушла. Да. А он тоже на идет, он все понял прекрасно. Хотя ему сейчас Молик прилетает, да. Но Фаван не сдается, не падает духом. Да можно вернуться на точку, пойти хоть калаш унести. На Б, я имею в виду. На Б, может быть. Или сейчас обратно в вентиль. Все, пока, пацаны. Ну, кстати, Зикс вентиль контролит. Скорее всего, раунд не возьмет. С экономией деньги можно сейчас. Еще полполовины играть. Лишний девайс лишним не будет. Фаван, выходи погулять. Ну, хочет уже кого-то подрезать и забрать у него калаш. Ну что ж, удачи. Вроде 39 хп у Денислава. Найс. Нормально. Но 4 хп здесь, конечно, да. Утащить ничего не получится, к сожалению. Но все равно предпоследним патроном так залетел. Другое дело, Зикс выехал. Нет, Фаван так прячется, что может еще какой-нибудь фраг сделает. Нет. Это железобетонный Зикс. И это седьмой раунд. 29 фрагов, напомним, набил Зикс по карте Детрейн. Но сейчас вся команда хороша. При таких атаках АВП, по сути, спрауты не нужны сейчас. Мы видели, все эти раунды были на ноге сыграны в быстром темпе. АВП не было шанса как-то жестко раскрутить свой девайс. Возможно, стоит что-нибудь другое взять с Ирсу, но немножечко покомпактнее сыграть в защите. По-моему, тут нужна маленькая победоносная война команде спраут в какой-нибудь контрагрессии. Возможно, вот сейчас забрасывается улица. И Спиди внезапно погибает. Что происходит? Просто получает в челюсть. Это 5-4. Мирбит уходит на Б. В то время как Бипро на самом-то деле далеко не факт, что собираются туда идти и развивать это направление. Хотя вот сейчас уже прилетают гранаты. Выстраивается стена смоков. И Бипро решает играть вместе. А я сейчас просто кучей дальше размерами буду доигрывать все эти раунды. Так, спалили одного игрока. Они смотрят, контролят. Флешка не помогла. Мирбит, что происходит? Ребята, Спраут, собирайтесь. Тут уже все. Что по кэфам, Джи Джи Бет? Тройки на Бипро уже не дадут. Спешим вас разочаровать. Но постойте, еще текущий раунд не проигран. Сирсону очень нужен был второй фраг. Он, правда, промахивается. И его просто давят. Что ж, мистер Кита. Да, он уже ждет, ждет. Что эти уже и обратно могут вернуться. Они реально жестко двигаются. А тут Денислав его просто ждет. Но все, что может идти по плану, у Бипро реально идет. Как же. И вот самое главное, стреляют-то хорошо. То есть чувствуется, что стрельба у них поставлена, что парни играют очень много. Вилат, опять же, в аналитике говорил, что на своем уровне Бипро проводят много матчей. Тут классное одно правило. У ребят все работает в первую очередь как команда. И просто двигаются, играют разменом. Причем игра по размену очень классная. За счет этого у них даже атака получается лучше, чем защита. Потому что я уверен, что во второй половине реально там Спраут, если стартанут хорошо в экономике, еще могут и поогрызаться. И реально также за атаку хорошо местами действуют. Тут вопрос в том, сколько раундов за защиту Спраут унесут. И вопрос, на самом деле, довольно животрепещущий. Потому что пока динамика ужасающая для политиков Спраут. Я представляю, что они на Дасте уже делают эти Бипро. Там тоже игра по размену за атаку. Она реально много пользы приносит. А ВП, Сирсон, хорош! Ну, сейчас Зигса, конечно, тебя не отпустит, наверное. Тут же все полетели. Роткинг. 26 секунд до взрыва бомбы. Да, улица все понимает, что в РСПе. Хотя гранаток не очень много. Флешка. Да, есть флешка и ХАЕ. Оптный тут промах. И Бешанцев, Сирсон, даже особенно не прятался. Не заберет? Зигс? Зигс? Нет. Ну, там 11 тысяч. 10 у Зигса. В общем-то. Если захотят играть с Айвиком, то могут себе это позволить. Самое главное вот сейчас не остановиться. Это вот, наверное, одна из самых популярных... 0-10 у Спиди. Историй. 0-10 Спиди — это вообще кошмар. Улица вообще пролетают его в позицию. Жесть. Но это обычная история, когда уже защита видит, что делает атака. И все-таки в конце, учитывая там и серию проигранных раундов, и там, в принципе, потому что они знают, собранная информация позволяет выиграть. Вот какие-то там 2-3 раунда. Может и больше. Но нужно душить, дожимать. Возможно, поменяться как-то. Хотя зачем меняться, если все получается? Так. Флешка. Не заметил. Сейчас Сирсон вообще чудом выжил. Да. Просто, ну, Роккин, наверное, и заметил. Просто с ножом в руках он спрыгнул. Он уже летел в воздухе. На майн, да. Ничего не мог с этим поделать. Так что, да, Сирсона пока небеса спасают. С улицы два игрока Бипро пока тоже уходят. И это, наверное, один из очень немногих таких довольно медленных раундов, разыгрываемых болгарами. К Мирбиту идут. Идут к Мирбиту. Там что-то парень заразровел, давно не стрелялся. Пойдемте, проверим. Пойдем. Сейчас вот вновь флеш вышли. Ничего сложного здесь не будет. Две гранаты максимум. Там смог в хелпу. А что там у Мирбиты? Ну да, всего лишь один молот. И то не факт, что он успеет его отбросить. Вот сейчас хорош. Да. Хэд повесить успел. Можно законтролить позицию под девяткой. Туда залетает молик. Возможно, как раз это Спиди спасло. Из-за этого молика он убежал. За ним-то выехали игроки Бипро. Как минимум один. Но теперь большинство у Спраут есть. И Мирбит позиция на еще один фраг. Он готов погибнуть. Так его прикрывает Фаун снизу. Сложно. Вот так я понимаю. Да. Вот, собственно, и он. Но 2 в 3 тут еще могут потащить. Тут пару хэдшотов. Нужно Фауну идеально сейчас отыграть. Не умереть. Очень важно не умереть ему в этой позиции. Дождаться своих тиммейтов. И просто большинством задушить. Но здесь вот получается быстро установить бомбу. Ну, кстати, это фейк. Это фейк был, да. Теперь ставят под длинный. Там, к счастью, пока лежит смок. Очень серьезно Зигса раздамажили. И по итогу добили прострелом сквозь дымы. 1 в 4 остается Данислав. Не самое, конечно, приятное. Хотя, если довольно быстро он заберет сейчас 2 на коротко. Можно перестроиться на длинный. Оттуда тоже выходят 2 соперника. Попадание третьему в голову-то было. О-ло-ло. Это будет очень классно, если они сейчас в ответ берут свой раунд. Потому что минус 4 девайса. Да, и денег не будет вообще. Там что-то будет, но не так, как могло было быть. Но что же, молодцы Спраут. Хорош там. Отыграл Мирбит железно сейчас. Вот четкий хэдшот. Уход вниз. Ничего лишнего. Тоже понимают, что ребята полетят и будут просто разменами его душить. Хорошо выпал здесь. Ну, Данислав, кстати. Хорошая попытка. Вот это действительно nice try. Снайпер без АВП работает. Здесь не надо. Это здесь классический старый нюк. И вот сейчас только ребята решили, что ну ладно, денег полно. На тебе авик, давай что-нибудь делай. Вот начальный план сработал. Опять же, быстрый темп без АВП, чисто на калашах. Но вот тут тоже стоит поменяться. Удивить уже немного атаку своим АВП. На защиту, точнее, извините, друзья. С прошлого раунда мало что меняется. Снова флешкой Сирсона немного отгоняют. Правда, сейчас вместо того, чтобы возвращаться обратно, Бипро, прошу прощения, продолжают развивать атаку. И по итогу Данислав еще так не спеша забирает Сирсона. Сирсон, да, что-то нюкни его конек. Здесь четко сработано по закупке с АВП. Трики Лавик дал в раунде. Ситуацию 5-4 принес. Теперь нужно большинство просто разыграть. Есть главка, есть дверь, все. Смаком еще раз закрывают улицу. Там передмещается номер 3 снизу. Идеальная ситуация для того, чтобы зайти сейчас на точку. Здесь один в пленте Кито. Просто один. Кто-то вентиль так проверял. Второй. И третий. Едва ли не отъехал. 34 хп там остается. Правда, вместе с Кито забирают и спиди. Просто обидный момент. Не было Молика, походу, дать за дверь. А был Молик, но просто его не дали. Там снайпер, видимо, в зум смотрел. И игрок за счет этого вышел спиной к пленту. Спраут собирается убивать, что ли? Два в три. Уже не хочется. Ну, Фавен тут что-то еще пытается барахтаться. Ну, вот, собственно, то, о чем мы и говорили. 2 900, 3 500. Вряд ли это можно охарактеризовать. Денег вообще нет. Но что ты сделаешь с другой стороны. Да, с такой экономикой. 2К. Привет, Бипро. 1,13, 5.48 на Спраут. Ну, ладно, раз я сегодня спрашиваю эти всякие странные вопросы. Костя, поставил бы на Спраут? Веришь в комбет? Поставил бы ли я на Спраут на 5.48? Ну, не знаю, смотря сколько. Ну, в данный момент, вообще, как ты думаешь, реально собраться из-за комбетча? Что, 2.10, все плохо. Даже, наверное, 2.11, можно так сказать. Наверное, нет, да? Не, не рискнул. Я бы какой-то другой матч на GGB поискал. Или экспресс, да? Или экспресс, да, какой-нибудь. И тут уже не та ситуация. Итак, Сирсон. Ну, вот, наконец, мы видим хоть какую-то эффективную агрессию на улице. По-моему, это первый раунд, где Спраут вообще себе это позволяет. Здесь просто заснула уже атака. Они уже даже не чекают, потому что все время там один Сирсон где-то за красным бегает. Ну, и максимум у Спиди с главки там поглядывает одним глазом. Туда с префом просто выходит игрок. Ну, сейчас двойка. Смотри, Данислав просто с глоком. Так, первый. И второй просто отъезжает. Ну, вы посмотрите. Там же первые арморы. Прекрасно Данислав, ну, скорее всего, он прекрасно создавал, да? Что, по-первых, армором ты в ближнюю и можешь реально с глоком справиться. Тебе будет намного проще. Когда у тебя авик в руках. Ну, опять же, нюк своя карта. Я здесь ничего не увидел. Здесь нет агрессии на улице. Здесь ни разу там ноль не подпушили. С Будки игрок. Вообще Будку никто не заходил. Они боятся Будки. Я имею в виду Спраут. Ну, то есть, много чего обычно делает защита мы не увидели. И этот Сирсон как-то очень ожидаемо постоянно в одном месте. Не так, как даже на предыдущей карте он пытался работать. Там классно менял позиции. Классно так двигался. Ну, полполовины. Правда. А тут просто вот и не снизу его не пытаются использовать. А что там пытаться его там через Б запускать, раз тут реально набеги на точке происходят. И там Б лови, А лови. Варварский. Ну, не знаю. Спраут, по-моему, после первых раундов реально были в шоке. Ну, они настолько оказались не готовы к подобному темпу. Вот раньше так на Ави еще в 1.6 на трене играли. Как? Вот так за атаку просто не давали дышать. Постоянно что-то новенькое. Либо такое же начало по раскидке на другое исполнение. Вот где реально ты играешь в защите и просто не понимаешь, что происходит. Минимум ошибок. Просто минимум ошибок в исполнении Би-Про. Тинц. У Сирсона вообще армора не было. У Фавана был первый. Изи. Ну что, Тафа. Давай теперь тебе вопрос вброшу. Да-да. Поставил бы я на Спраут. Сейм на Спраут. Поставил бы или нет. Это я уже после первых четырех раундов задумался. Вот то, что мы обговаривали в перерыве. То, что вот у Атаки есть 3-4 раунда. Действительно они есть. Они отыгрываются. Парни исполняют все как нужно. Поэтому, ну нет. Наверное, нет. Но с другой стороны Спраут сдаваться не будут. Будут пытаться вытащить даже вот такой, казалось бы, уже провальный матч. Пытаться на 11-4. Главный вопрос, есть ли чем крыть. Ну вот Кита, я не знаю, прицел куда-то повело. Его просто выносят вперед ногами. Теперь Фаван водит хороводы. Вокруг плента. Он пытался пойти за одним. Его уже забрали со спины. А потому что их всегда много. Их тут они реально просто... Очень клево работают. Душат разменом. Просто олдскул в действии. В плане тактик. Но молодежи там тоже хватает. За окном колд. За компом олд. И это рокинг. 12-2. Конечно, студия аналитики предполагала, что начни Бипро в защите. Найди свою игру. Они могут что-то сделать на Нюке. Хотя, наверное, большинство зрителей сходилось во мнении, что без третьей карты тут не разобраться. Никто не верил, никто не верил, друзья. Наверное, кроме Тафы. Да, да, да. Ну, очень понравились ребята на трейне. Вот их желание. Вот видно, когда команда очень хочет показать хороший результат. А с другой стороны мы видим, что соперник, который, ну, вот как-то вышел вроде бы без желания, потом попытался чуть-чуть закомбечить. Вот видно что-то. Что-то не так у Спраут. Ну и опять же тенденция. И эти первые матчи на чемпионате у Спраут неудачные. Спиди 0.14. Ну что, последний раунд, друзья. Внимание, смотрим на Спиди. Тут, наверное, нужно просто включить Спиди и увидим ли мы 0.15. Что было бы не очень приятно. Поздравили мы Спиди со входом в клуб тот самый легендарный. Ну, там все, точнее не все, там многие известные личности бывали в клубе 0.15. Так называемый клуб рулон. Ассисты не считаются? Ассисты не считаются. Окей. В 1.6 их не было, грубо говоря. Тогда болеем за Спиди. Друзья, пока что подрывается дверь. Снова набег на конец. У Кита получается вот другое дело. Нет, Спиди 0.15. Какой провал. Еще и перевернули. Ну, 2 в 2 надо доиграть. Этот раунд девятка есть по ней информация. Сирсон сгорает. Сирсон сгорает. Здесь же Мирбита. А они на Б походу просто пойдут на Б. Да, да. Это жесть. Просто все, ждем стикера Бипро. Бипро. Вот кому нужно рекламировать там какую-то спортивную фирму, там кроссовки и так далее и тому подобное. Просто парни на ноге. Просто вся атака на плюс В шикарная. Но Мирбит сдаваться не собирается. Идет выбивать. Получает спрей от Роккинга. 13-2 в атаке. На выборе своего соперника. На карте, где у Бипро за 3 месяца сыгран один матч. И он проигран со счетом 7-16. Дамы и господа. Это команда Бипро. Которые нас всех сегодня очень сильно удивили. Ну, приятно познакомиться с Бипро. Надо было пораньше ваши матчи смотреть. Классно. Классно катает. Посмотрим, что будет дальше. А кто у нас там дальше? Винстрайк. Ребят, у вас проблема. Лучше серьезным настроем выйти. Ну, судя по всему, уже на эту команду. Потому что, ну, тут сейчас пистолетка для Бипро. И это ГГ, друзья. Либо это самый крутой камбэк в этом году. Который мы с вами увидим. Если тут еще проиграть пистолеты, знаешь. Самый крутой камбэк все-таки от Моузов, наверное, против Спраут был. Ну, пока да. Наверное. По значимости особенно. Это очень... Ну, матч за вылет-то был. Да, все. Спраутов, все. Еще чуть-чуть. И Маус Спортс вылетают с миноров. Просто нужно было просто выиграть... Ну, а пока пистолетка. 4 раунда в защите на Дасте втором. Да. Да. Ну, или хотя бы 3. Долп уже как-нибудь. Кита находит фраг. Хорош. Спраут действует немного медленнее. Вот что это сейчас произошло? Что это сейчас было? Просто спам через смок. В голову Мирбитов попадают. Уже 4 в 4. Да, что-то муский коридор такой. Проходик. Давай следуем их много. Значит, кому-то и залетит. Так, Спиди нашли здесь на цистерне. Но лучше забить на Спиди. Теперь все понимают, что максимум вентиль вам вдогонку может запрыгнуть. Ну, либо через рампы. Но это чуть подольше. И здесь нужно просто очередной налет совершить сейчас. И ретейком попытаться забрать точку. Куда убегает Кита и его команда? Классно, Сирсон. Вот это красавчик. И вот тут. Тут уже все. Ну да, здесь уже по большому счету раунд не спасти. Кита ждал нужного момента. Вышел, забрал рокинга. Денислав. Просто на АИМ. Наверное, вряд ли ему нужно было что-то сейвить. У него там киты были или нет. В принципе, не важно. 13-3. Что ж, Спраут пока отыгрывает важнейший пистолетный раунд жизни. Ну вот. Еще 13-3. Спраут выиграли из трех раундов две пистолетки. И вот один тот раунд, который на Б, помнишь, он заканчивался. Где 1-4, игрок еще минус 3 дал у команды Би-Про. Коэффициенты пока были от нашего партнера, от партнера трансляции. GGB. Это 1-0-2 на Би-Про давали. И чуть больше 11 на команду Спраут. Ну вот интересно. По-моему, в первый игровой день. Винстрайк, по-моему, проигрывая 8-13, имели такой кэфф. Посмотрим, что тут ребята решили немножечко пофорсить. В принципе, запас нормальный у них в половине. Можно и форс попробовать разыграть. Хорош, выскочил. Если бы еще второй хэд залетел. Но здесь есть ЗИКС. Немножечко спина его там. Граната, наверное. Да, лишний былая. Плюс спина закрыла. Может быть, не отбрасывая он гранату. Успел бы еще кого-нибудь с собой в могилу унести. Роккингу не везет. Не залетает в голову. Вообще даже не залетает со скаута. Что ж, форс пока что не сработал. Так, где там пушки вообще? Где бы их там подобрать-то, а? Рафт. Вот уже пошел за пушкой. Видимо, дали ему какую-то информацию. Где-то в коннекторе, наверное, должны лежать, да? Там же два фрага было сделано. Коннектора далековато. Ну вот на улице туда выйди на ступеньки. Но там, скорее всего, есть один игрок. Он через свой респау наш будет разыгрывать. Ну да, побежит сейчас. Или уходит вообще. Все, дигл, армор. Ну, что делать полноэкономически дальше для Бипро. Четвертый для Спраут. Ну, опять же, вот все эти раунды, которые они выиграли, это пока все очень мало. И это две пистолетки. Один оружейный. И сейчас один анти... Два караунд. Нужно еще работать, работать и работать. Здесь, конечно, шансов у Бипро, ну, просто масса выиграть. Хотя и такое можно проиграть. Но вряд ли. После того, что мы видели сегодня, как играет Зиггс и вообще вся команда, Спиди 0.15. Тут просто весь кошмар произошел у Спраут сегодня. Так и есть. Ну, а что делать? Чем труднее битва, тем слаще по итогу победа. Ну, или наоборот, Спраут поймут, что нужен им какой-то перерыв. Может, и уйдут на него. Вот интересно, будет дальше посмотреть за 20-ми раундами Бипро в защите. Будут ли они такими же рьяными в плане своей агрессии. А пока что экономический. Пока там дверь отвлекала на себя внимание. Хотя сами парни там в смог прошли вниз. Ребята уже и улицу им прошли. Ну, в общем-то, тут уже растянули эту защиту. Правда, не знают об этом пока еще ребята из Бипро. Хотя Мирбит решил на А. А здесь как раз в ухо может любую секунду получить. Но он четко понимал, где соперник. Красиво. Плюс 600. Какие-то плюс фраг. Три оставшихся игрока Бипро также находятся на пленте. Мирбит просто ждет. Здесь же Фаван. Ну, нужно раскручивать, конечно, фармганы по максимуму. Вообще, если посмотреть на арсенал. Калаш только один. Бомба вниз ушла. А здесь уже Сирсон идет зажимать. Как ты и говорил, фармить своих МАГ-10. Где там Фаван находится. Нужно тоже попытаться дать минус Мирбит. Вперед, ребята. Фармить. Камбэк. Еще куча раундов. Еще куча денег понадобится. Главное, как можно дольше оттянуть этот 14-й и 15-й для Бипро. А лучше их вообще не отдавать. Но, опять же, это будет очень и очень сложно. Два в голову. Красиво. Дальше. Так, третьему. Просто феноменально. Конечно, нечего уносить из этого эпизода. Кроме как МАГ-10, с которым вряд ли Данислав будет доигрывать. Все-таки хочется победить. При этом по максимуму. Можно доиграть. Ну, да, наверное. Дать игроку на Атом, на будке отыграть. Почему бы и нет. Возможно. АДР-121. Опять же, еще может быть длинная половина. Если у соперника будет все залетать. Но уже не важно. Нашли. Нашли. Данислава. Счет 13-5. 3-0 во второй половине. Ну и теперь первооружейный. Давайте посмотрим. Здесь Бипро реально могут просто со старта все остановить. Но это понимают Спраут. И сейчас что-то интересное должны на верочку разыграть. Сирсон Авик. Ну вот. Верят своего снайпера. Либо Сирсон настолько любит АВП сейчас. Ну, значит, быстрых раундов не будет. Это будут смоки улицы и что-то типа... Наверное, обычные атаки. Но увидим. Нет, быстро дверь сейчас. Так. Вроде как на мейн два игрока Спраут уже десантировались. Довольно интересная позиция Роккинга. Но его сейчас должны забирать. Да так и получается. Все-таки просвет в смоках был. Здесь же их девятки были готовы. Но Зигс в плане стрельбы довольно-таки неплох. И Вилтрекс остался незамеченным. Девятка бомба. И зажимает все-таки во второго. Это было очень важно сделать. Теперь в борьбу за фраги включается Денислав. Прошу прощения, заговорился. Денадеян. Девятку видели. Точнее, ее ожидал уже Вилтрекс. Но просто мало хп. И он не смог дать этот минус. Здесь Мирбит будет падать. Знает, что против снайпера работает. Снайпер не попадает. Важнейшая дуэль для Мирбита. Нужно выигрывать, чтобы команда играла как-то дальше. Он это делает. Красавчик. Спраут пытаются камбэчить. Как же сложно будет. Тут нужно выиграть целую кучу раундов за атаку. Вот даже в этом раунде Спраут сделали плюс-минус то же самое, что Бипро по первой половине. Но если у Бипро получалось просто наскоком занимать плент, и раунд уже был выигран в тот момент. Здесь до последнего момента была борьба и итоговый клач один в один. Понимаешь, если бы не снять это ВП, вот если честно, у них была фишка вначале взорвать дверь, чтобы авикс работал. Но, по сути, когда он выходил на плент в зуме, это уже выглядело смешно. В итоге вообще его в спину вражеский снайпер убил. Был бы тут калаш, возможно, они бы просто разменяли верхнего, и все было бы попроще. Но все равно раунд выиграли уже неплохо, молодцы. Ну и с другой стороны, для Бипро тоже ничего страшного не произошло. Но сейчас выйдут на пять раундов подряд, они проиграли. Ну ой, как страшно. Через раз берем девайсы. Тут опять же куча оружей, придется выигрывать Спраут. Но парни уже показали свой настрой, что проснулись и, возможно, немного покамбэчат. Будет страшно, если Спраут вплотную по счету подберутся. Вот здесь проблема. Здесь уже можно давать колл, парни. Давайте, наверное, рискнем. Может быть, все на Б уйдем. Потихонечку. Ну да, тут никого. Давайте на Б. Они не проходят. Рокинг дает информацию. Уже кучу инфы собрали. Просто куча инфы. Пока атака стоит вот здесь вот на ступеньках, грубо говоря. Но за красным один. Сейчас спину могут убить, если красный зачекает Рокинг. Он реально может ошибиться сейчас. Тут парень не открывается под цистерну. Даже чекает верх сам периодически по таймингу. Где все остальные? Вот где все остальные? Они уже должны быть все на Б. Трое на вилке. Плохо. В план бы кого-нибудь бы поставить. Не успели немного в плане ротации. Сирсон отлично закрыл. Три в одного размены. Вилтрекс, может быть, что-то сделает. Хотя нет. Смоук. На левую, на правую вилку. Рокинг вообще где-то на Апленте, по-моему. Ну, в общем, сухие отстрелы для команды Бипро. 15 секунд. Насколько справа все-таки не спешили. Остался ли на улице Мирбит? Да. Кстати, остался. Рокинг скорее всего все это время пытался найти люркера на улице. Где же он там? Отжать его орудие. Так, вот здесь минус, может быть, по Сирсону. Но, да, заметил? Нет, не заметил, по-моему. Не как Сирсона. А вот. Уже услышал это зуб и понял, что это к нему пришли. Игрок Бипро Гейминг. 13-7. Шесть раундов между командами. Бипро, пора первые в защите брать. Тут Спраут реально начинает так же уже собираться в атаке. 5-0. Сегодня действительно у нас такой атакующий нюк. В исполнении одной и другой команды. Но, возможно, Бипро еще просто не сумели подстроиться. Опять же, что там Спраут. Показали нам интересный раунд через улицу. Интересный фаст на А. И сейчас снова... Три улицы агрессию разыгрывает сейчас Бипро. Подавик. Два игрока уже поджали. Это Рокинг и Зикс. Нашел их, по-моему, игрок сверху. Нет, он просто нашивал самоки, на самом-то деле. Нет информации. Первая ошибка. Вторая вот-вот произойдет сейчас сверху. Рокинг здесь потушится. А там его тиммейт должен спасать. Не нужно вылетать было из смоков. Зачем он это сделал? Ну, наверное, понадеялся на тиммейта. Зик все-таки не прикрыл сразу. Сыграл лишь на размен. Но все равно такой расклад для Бипро годится. Я имею в виду, сколько понадобилось Спраут в первой половине, чтобы прийти к агрессии на улице. И Бипро, которые сделали это вот спустя там пять проигранных раундов. Теперь Рафту. Него, правда, проверили. Вот это уже плюсик для команды Спраут. Ну, как-то с прицелом вроде бы все было хорошо. Но парень... Ой, здесь подгорит Данислав. Ужас. 28. Ну, хоть как-то выжил. Уже хорошо. Вилтрекс поджал спину. Идет, кстати, очень неплохо в вилке. Там в момент установки бомбы он реально может подловить. Ну, здесь Мирбит справа. Вдвоем причем. Ну, будет проверять эту стенку точно. Проверяет Вилтрекс. Ну, правда, сейчас перевел... Нет, до конца проверяет. До конца, но лицом. И Мирбиту. Уйти не дали. Где же Данислав? Где-то... На ступеньках. Он далековатый. Ну, все. Восьмой для Спраут. Скорее всего, здесь сложно будет что-то исполнить. Хотя, если бы вот сейчас взорвался бы Спиди. Ну, что, Зикс, иди тащи. У кого диффузы? У Зикса. Хорошо. 73 у него же. На всякий случай проверил уголок. Он-то проверит Спиди. Сейчас пойдет убивать. Это же все-таки Зикс. Ну, Спиди просто играет на время. А вот и второй. Попытка обезвредить бомбу. Но нет, ничего из этой затеи не вышло. Все-таки восьмой раунд для Спраут. Надо сказать, что и здесь Бипро были очень близки. До последнего момента они удерживали преимущество за собой. Единственным, наверное, слабым местом оказались как раз рампы. Где вот позиция, занятая за ящиком. Да, с одной стороны, она может быть непредсказуема. С другой уйти из нее ты уже никуда не можешь. Да, но по-прежнему пока на самом-то деле ничего страшного. Бипро еще оставляет небольшой запас по раундам. Сейчас всего лишь 1-2К. И то будет с ВП, с Юмпиком, с Деглами. Вот сейчас я не удивлюсь, если этот раунд они выиграют вот с тремя пистолетами. Потому что тут фаста, кстати. Давайте посмотрим. Не успел. Не успел будку принять игроком. Очень было важно с ЭЗшечкой бы сейчас встретить выход. Снова рвут Т. Раки Спраут, постойте-ка. Есть фраг от Денислава. Зигса Фаван. Решил все-таки не давить мейн через смоки и ушел. Вместе с тиммейтами на П. Там уже, да, перестраивается также игрок. Под номером 3 это Зигс. Он уже летит по лестнице. Кто-то на рампе пойдет. Это Снайпер. С Вилки, кстати, хороший вариант. Ее не будут поджимать сейчас. И даже его прикрывать будет тиммейт. Китов нет. Два Авика. Интересно, что Бипро предпримут. И будет ли момент, в который они просто плюнут и решат уходить на сейв? Они уже, по-моему, в принципе, решили. Просто сейчас продолжим. Ну, нет смысла, вот сейчас нет смысла там выбивать эти девайсы. Действительно, как ты и говорил, уходить на сейв. У атаки денег пока еще очень много. Ну, в принципе, не так много, конечно. Смысл все-таки всегда есть, но пока больше минусов, чем плюсов. Из этой ситуации для Бипро и Спраут реально возвращаются, друзья. Пока все четко, без ошибок. Вот очень важен был Бипро пистолетный раунд. Я, опять же, еще в первой половине говорил. Вот возьмут пистолетку, ну, все. Это реально будет почти победа. А вот тут уже 7-0. По второй половине действительно таков стрик команды Спраут. Пауза залетает от Бипро. И надо сказать, что даже проигранные раунды, они неплохо это, в принципе, реализуют. Просто вот в какой-то ключевой момент судьба от них отворачивается. Причем это не их карта. Да, парни бьются действительно как могут. Ну, и про то, что защита это будет не самая их сильная сторона. Мы уже тоже проговорили, обсудили. У Спиди два фрага, кстати. Да, давайте все-таки поговорим о Спиди. Как-то начинает у него немножечко получаться. Но просто мы все понимаем, что в определенный момент начинается раунд с интрикила от Бипро. И, скорее всего, они его и доиграют. Возьмут 14. И вот так вот. Любой раунд, в котором будет интрикил от защиты, скорее всего, мне кажется, будет выигрывать Бипро. С одной стороны, да. С другой, такие-то раунды мы уже видели. Например, в том же поджиме улицы, когда Бипро находили свой интри или просто номинальное большинство не могли его раскрутить. Пока же смотрим за марафоном от Сирсона. Минута 37. Он с Айвиком уже практически прошел в коннектор. Да-да-да, Сирсон говорит, это я уже прошел в подвал. В ангаре Зиг стоит. Гиз Зиг находится вообще за красным, да. За красным старым ящиком. Ну и пока ждут улицу. Кстати, здесь Денислав реально может припечатать. Там одна ошибка, один стрейф лишний. Какие-то все, теперь есть информация точно для снайпера. Он сфокусируется, но нет, не сфокусировался уже на этот выстрел. Боялся с другие позиции. Ну, медленно-медленно разыгрывает свой раунд Спраут. Минута 5 секунд. Ну, чуть-чуть прошел там Сирсон. Ну и на этом все. Куда идет Сирсон? Идет вниз. Сейчас, кстати, может стрелиться. Нет, тут опасный момент вообще-то. Ошибся Сирсон. И вот он интрикил. Уже такой вот, где нет размена. 5-4 ситуация для команды Бипро. Бипро гейминг. Ну и Спраут на этот раз будут выходить на точку А. Смогут девятку или куда-то. Вилтрекс снова в своей излюбленной позиции. Помните, как он здесь спрятался? Роккинга. Находит Фавен. Но Вилтрекс все еще сидит здесь. Правда, по-моему, без хобби. Да они на Б ушли. Они на Б через вентиль. Три игрока. Что скажет защита? Номер 5. Там, кстати, может пострадать от спиди. Вот, по-моему, заметил снайпер, да, своего соперника. Рафт возвращается. Он тоже пойдет с ними через вентиль. Ну что, точку продушили. Но Зикс очень важные фраги дает. 12 секунд. 11. Большинство есть. Бипро под точкой Б находится. Отбрасывается молик. Короткий тоже занят. Правда, в коротком хоронят Вилтрекса. Это 3 в 3. Все, минус бомба. Найс. 14 раунд для Бипро. Поздравляем их с этим. И спиди. Хороший фраг. Четвертый, но опять же. Ну, вот как ты считаешь, было ли правильно все-таки давить секретку, давить коннектор именно с АВИКом? Ну, наверное, да. Ну, вот видишь. Вот чуть-чуть бы он поверил в то, что соперник может быть там. Чуть-чуть бы вовремя бы посмотрел, бы повесил хэджет. Ну, нет. Ну, это вот, видишь, это расчет на исполнение. Вот то, что вот сейчас вот он, как говорится, на батю пошел. Все, я с АВП парни. Быстро начинал раунд на улице. Без мака вылетал там отстреливать. Пошел вниз. Но, опять же, это не командные действия. Это вот попытка снайпера вот показать свой скилл. Найс трайк. Ну, а теперь 14-9. Бипро преодолели очень важную психологическую отметку после стрика в 7 раундов от Спраут. Все-таки выиграли свой первый. Поджим радио от Рафту. Ну, он не идет, конечно же, до лоби. Просто занимает более выгодную позицию здесь в уголке. Вот реально этот АВП в атаке, по-моему, сбивает весь темп команде Спраут. По-моему, Рокинг решил темп сбить. Просто с трактором врывается, забирает первого. Его разменивают. Но Вилтрек здесь же был на подборе. Такой тиммейт с Б поджал жестко. Да, вот и подождали. Вот эти все старые приемы всегда работают. Поджим нуля, в четкий тайминг. Шикарно сработали Бипро в этом раунде. Хотя, опять же, защита ужасная идет для команды. Здесь повезло очень сильно то, что не проверили Вилтрекса. Ну и Сирсон будет уже вращаться во все стороны с АВП. Давай, надеемся, оно поможет тебе. Да как же ж так? Уходит игрок Бипро от этого выстрела. Ну и теперь все намного сложнее. Спиди неплохо. Пятый фраг Спиди. 29 хп. Ситуация 2 в 30 до 40 секунд до конца раунда. Все равно сложно поставить бомбу. Ну, по-моему, Зикс на лобби. Это не парируется как раз-таки. Да, он просто в будке. Забирает устанавливающую бомбу. Получает от Сирсона. Но, конечно же, контрразмен. Это 15-9. Зикс пусть и сделал один фраг. Но очень важный. Ну и, конечно же, хвалим Вилтрекса. Минус 3. Короче, получилось все в этом матче вообще не как мы ожидали. Никакая защита не рулит. Здесь рулила атака и у одной команды, и у другой. И действительно, если бы не это сумасшедшая половина, то вот возьми ты там не 13, а возьми 11. Уже совершенно другой бы счет. Он и табло был бы. И вообще тут уже бы комбэ, команда бы пропросто бы нервничала сумасшедшим образом. Вот реально круто то, что получилось вот дожать на 13. Были бы шансы взять 14, и парни бы и 14 взяли. Но, опять же, там одна пистолетка, один оружейный. Все, что взяли БиПро. С иглы. Это карта, где БиПро проиграли два пистолетных раунда. Ну, правда, после одного выиграли Форс, если вот по-честному, конечно, говорить. Так что не считается, наверное. Ну, ладно, да. Один пистолетный раунд. Выиграли два, но старт. Да. Старт все-таки за атаку они сразу же взяли, выиграли свой Форс раунд. И целую серию после этого Форса вышли на классную экономику. Ну, и уже шесть матч-поинтов для БиПро Гейминг. Кто бы мог подумать перед матчем, что у БиПро будут шансы вот так вот со счетом 2-0 легко закрыть. Кто бы мог подумать. Да. БиПро. БиПро, конечно же. Я думаю, большинство людей, которые следят за КС, думали, что все-таки Спраут, их опыт уже такой небольшой. И последние хорошие результаты все-таки с каждой себе. Ну, удивили нас БиПро Гейминг. Но, правда, не до конца нужно 16-й брать. Никогда не забывайте, что игра пока еще не сделана. По-моему, недопроверили верх. Нет, все-таки Фаван держал в голове возможность. Занятие этой позиции соперником 4. Молниеносных фрага. Плэн занят. Ребята, пожалуйста, там крестик для Вилтрекса на другой рампе уже нарисуйте. Он там уже просто прирос. Его как привязали там сверху на точке. Корни пустил, да сидит. Ну, сидит и сидит. Сидит и сидит. Ну, сидит и сидит уже в этой позиции. Причем, очень часто это все было с плюсом. Но тут уже даже Спраут выходили с прицелом на этого игрока. Хороший получился быстрый выход. 15-10. Но Рафту нужно развернуться сейчас. У него тут опасность в тылу. Не успел. Немного. Все это время Спраут такими поступами тихих убийц шли за ним. Не давали, конечно, ему засеять. 15-10. И действительно, 11 тысяча Спраут тоже должны дожимать. Вопрос в другом. Сумеют ли они все-таки довести до заветного 15-го раунда дела? Потому что пока по динамике второй половины кажется, что это вполне возможно. Для Спраут снова такие экономики не лучшую БиПро. Шансы есть. Это будет напряженный момент для команды БиПро Гейминг. После того, как они только что потеряли экономику. Но опять же, два оружейных раунда они точно отыграют. Но если все будет очень плохо, то по 3-400, возможно, у них последним будет. Ну ладно, мы не учитываем сейвы и кучу факторов, которые могут здесь проявиться в этих раундах. Спиди, команда, да спокойненько перешли уже. Тут нож пытались сделать. Рокинг, ну ты куда? Полторушка лишней не бывает. Как бы там ни было, все равно можно сказать экономически. Так что почему бы нет? Только смотрел никого. Только развернулся уже трое. Он очень круто сейчас авик попытался выбросить. То есть уже, наверное, понимают, что не уйдет. Просто нажал на G и авик вот где-то здесь внизу должен валяться. Ну и его, конечно же, контролят. Спраут подходит. Вилки отрезают этот авик смаком по итогу. Ну да, не дают, не дают подобраться к девайсу. На тебе по щам. Следующий. Ну, все. Вилтрекс, СЗ. Вот, в принципе, чем тут прятаться. Может, реально вот была не была. Тащи девайс, там упасть кому-нибудь на голову. Ой, какой тайминг. 15-11. Леди и джентльмены, пишите в чате, верите ли вы в это возвращение от команды Спраут в этот камбэк. Или все-таки братишки из БиПро дожмут. Или какая-нибудь джейс произойдет при счете 15-14, когда у БиПро будет там деглы, формилки. Они выиграют раунд с формилками. И пистолетами. Это будет самое, конечно, обидное для Спраута. Уже окончательно. Тут и 0.15 было у Спиди. И вообще 0.2 сейчас могут проиграть ребятам. Ну, все-таки я считаю, что допы были бы хорошей проверкой на прочность для команды БиПро. То есть вытащил 13-2, потом отдал камбэк. Ну, вот, докажи еще раз. Нормально, Мирбит тем временем ныряет в вентиля. Очень часто такие раунды заканчиваются хорошо для атаки. Улица уже проходит также очень быстро под смоками. Давайте посмотрим, как там перестроится защита. Что вообще происходит. Вентиль уже пытаются занимать, по-моему. Да, тут ошибка на ошибке. Что ж такое-то? Не дали информацию? В рафту. Или просто не прочесть? Да, может быть, и дали, да, просто не проверил. Вилтрекс, ну, уходи оттуда. Все, можно сейвить. Нужно. Даже так, наверное. Позиции для выбивания нет. Вот и поиграли. Рана тоже мало. Один фрак. Ну, хорошо, хоть 4 девайс, наверное, унесут, если унесут. И 12-й для Спраут. Что в первой, что во второй половине. Настолько быстрые раунды. Вообще для нюка не характерно. Часто мы здесь видим такой медленный задел. Чего сейчас не происходит. Супер не шаблонная карта. Вообще не шаблонный матч. Так, ну что же. Давайте посмотрим, будет ли попытка. Ну, Зигса нашли. Кто еще здесь может пострадать у нас? Вот, кстати, рокинга должны разменять. Ой, все, повело прицел. Но одного забрал. Второго нет. Легкий минус для Сирсона. Подоси из спиди. Вилтрекс. Внеслав. Да-да, лучше не рисковать. Прикрыл Вилтрекс. Ну что, два девайса засейвили. Но тут два дропа, двое купят. Один на XM-ке может играть, например, на точке. А вот Вилтрекса какой-нибудь выписать. XM сказать, все, играй просто на обудке. Ты бы советовал закупаться Бипро прямо сейчас? Ну да. Даже не знаю. Ну беру 13-й Спраут, ты еще играешь один экономический, и у тебя при 15-14 еще один оружейный. По-другому никак. Надо думать о самом плохом варианте развития событий, чтобы у тебя было два шанса закончить игру. Сейчас и через один. Вот, собственно, Бипро так и делают. Хорошая раскидка урокинга. Косарь остается. Косарь 600 и 2500, соответственно, у Зикса и Денислава. На этой паузе Бипро должны были что-нибудь нашифровать. Возможно, снова какая-нибудь агрессивная улица или что-то в таком духе. Нереальный камбэк, конечно, от Спраут. Вообще нереальный. Я не знаю, как вообще можно было собраться и вот так вот круто тащить. Ну посмотри на коэффициенты. GGB от шестерочка почти на Спраут. А вот теперь не могу тебя не спросить. Поймал бы? Вот, нет, честно, я бы поймал. Сейчас уже очень... Сейчас, да, сладко. Сейчас уже вот как-то, ну, действительно, и может быть. Почему бы и не поставить на команду Спраут? Но, с другой стороны, вот в любой момент, там даже с пистолетами Бипром, мне кажется, могут закончить встречу. Нет, я бы в этой ситуации просто наслаждался игрой, хорошим КСом, таким эмоциональным для Бипро и Спраут в данной ситуации. Ну, бойцы в чате тоже во многом верят в камбэк. В команду Спраут, да. Ну как-то да, защитка тут тоже не впечатляет. Может быть впечатлит. Сейчас. Давайте посмотрим, что делает Сирсон. Он открывает дверь сам себе, дается поймать мейн, получает прострел, сам тоже попадает и со второй попытки добивает Рокинга. Вот это первый фраг. При этом двойка Даблайби Бипро под Б направляются в сторону Сикрета. Примерно такого расклада я ждал, что будет поджиматься Сикрет. Очень важно. Очень важно было сейчас дать энтрекилл Спраут Сирсон. На этот раз справился. Не как тогда, когда он пошел вниз. В сложной ситуации давать этот фраг. Рампы уже почти прошла атака. Да здесь вообще никого нет. Да, здесь отдали все. И вот он, шанс уже и поломался у Бипро. Но единственное, конечно, то, что опять мы не обговорили, это то, что может быть сейв очередных четырех девайсов и оружейный и в следующем раунде, и там очередной сейв и в последнем, начиная игра с оружием. Так, ну что. Может быть двойка под Б игроков в Бипро еще сумеет что-то сделать? Хотя нет, плэнт уже, можно сказать, под контролем. Зикс. Вообще уходит на базу. Да, парни понимают, что уже... Тут еще и спиди сидит. Люркерит. Вообще просто один фраг и раунд уже... Все, проигран, ты сейвишься. Такого не должно быть, парни. Это нюк. Здесь защита может быть четвером и втроем. Хорошо, минус. Бомба прошла на точку. Давайте смотрим на реакцию обороны, пойдут ли на ретейк или нет. Поменяют девайс сейчас Зиксу. Хорошо. Ну и три игрока на ас вверх. Окей. Четыре. Нет, что-то сложно. Все с рамп. Хотя идут на рампу. Мирбиту нельзя здесь рисковать. У Сирсона 27 хп. Неплохая хаешка отброшена. И внезапно Сирсона находят. Нашили просто в смок. Ответ Молотов на правой вилке. Он, конечно, выиграет кучу времени. Диффузы есть у Зикса, у Рафту. Но что под... Еще дальний смок, под флэш. Проверяли угол. Мирбит. Ну слишком сложно. Слишком сложно. Нет, нужно уходить. Все, нужно уходить. Попытка-то неплохая, но времени катастрофически мало. Такая попытка. Все с одном направлении, с этой вилки. И это все сразу прочитали. Как-то и увидели. Жаль, развалилась вот эта дабла, которая в начале раунда поджимала Сикрет, пытавшись, наверное, контроль улицы таким образом. Оба игрока, по-моему, Бипро в этот момент ушли на... Если бы кто-то остался, то, возможно, это выбивание было бы более эффективным. Так, ну все. Вот сейчас самый серьезный шанс выиграть этот матч и забыть об этом камбэке от Спраут для ребят из Бипро. Потому что после сейва получилось докупиться хорошо. Ну, практически хорошо. Там у рокинга единственная проблема. Одна граната. Но, тем не менее, все практически... Четыре вторых армора. Там четыре набора диффузов. Гранаты, эмки, авик. Все, что надо есть. Мирбита не пускают. Здесь шьют молики. Гранаты на дверь. Еще хаешка. Да, как мне кажется, важно, что Бипро по ходу матча или второй половины, в частности, сделают очень быстро выводы из своих предыдущих неудач. И модифицируют раунд. Действительно, сейчас все сделали, чтобы вентиля соперника не пропустить. Ой, Сирсон, ну что, еще энтрекилл. Как ему не повезло. Он был просто в доле секунды от очередного энтрекила. Сирсон, дружище, как на тебя жали. И вот все-таки он вновь пошел первым. Вновь его забирают. И это супер шанс. Четыре фрага до победы Бипро гейминг. Что? Дадайте, где Вилтрекс сидит. Да, да, да. Классный у него. Тут матч, конечно, в защите на нючке. Вот линию, видите? Вот будет где-то здесь, дружище. В следующей игре, я не знаю, его в первом же раунде там просто либо с фрефом будут выходить, либо сшить. Шапками закидаем. Баун. Отлично. Кита. Ошибается Данислав. Но здесь все еще сидит рафту. Возможно, он сейчас сумеет кого-нибудь поймать, хотя вряд ли его спасает. Один фраг все равно большинство есть. Так, видел макушку. И тут же его забирают из-под короткого ракинга. Не выпускают из вилки. Зикс один в четыре. И что-то подсказывает мне, что это четырнадцатый раунд для команды Спраут. Это нереальнейший кампэк. А прикинь, немного лагануло. Гоу ТВ из Х1 в четыре потащил. Как тебе такой поворот? Друзья, я не знаю, что там случилось, но, скорее всего, счет 15-14. Все плохо у БиПро. Как такое произошло? Как так, БиПро? Просто не менялись ничего. Думали, что вот все-таки сейчас возьмем, сейчас возьмем. Решили особо ничего не менять. Там раз попытались сыграть агрессивно улицу, на этом какие-то попытки сыграть с инициативой. И первым номером защиты закончились. И даже сейчас в меньшинстве парни 4 в 5 выиграют раунд из команды Спраут. Там такие позиции на Б тоже ужас какой-то были. Ну да. Особенно у опорника в пленте, когда ты между молотом и наковали, не знаешь, куда смотреть. Вот это была хорошая, конечно, попытка от Денислава. Действительно, моменты, которых и по первой, и по второй половине было немало замечательные. В частности, Денислав сильно отличался. Сколько он там уже набил, даже интересно. Давайте-ка посмотрим. 28 к 13. При счете 15-13. Ну что, Спраут? Неужели это какая-то карма под названием антимауспортс? 2-13 проиграет Нюк в защите. И вы что, серьезно решили дать камбэк? Главное, чтобы не получилось, как всегда. На последнем раунде имеешь в виду? Или даже на топах? На последнем раунде проиграть там пистолетом, шутганом, формилком. Да, это классика жанра. Тащили и тащили, как говорится, и потом отлетели пистолетом. Рокинг здесь классный раунд. Тащил. Шикарный момент. Хотелось бы, знаешь, Сирсона очень похвалить. Вместе с Кито. Особенно по второй половине. То, что они делали, сильно помогало команде у Мирбита. 24 у Кито, 24. При этом там статистики по опынинг-дуэлям. 6 к 1 у Кито, 5 к 0. Например, у Мирбита. Спиди. Пока так и не сумел себя найти. То есть 7 на 23. 59% каста. 0,4 по опынинг-дуэлям. Тоже старается. Хотя видно, что над Нюхом ему еще нужно будет, наверное, поработать. Так, ну, нам подсказывают, что с сервером некоторого вида проблемы возникли. Ну, еще бы, наверное, перегрелся тут в таком-то матче. Нормальные проблемы возникли. Самое главное, в какой момент это? В тот самый, в который и мы видели матч? Ну, кстати, не факт. Непонятно до конца. Да, но в любом случае, ну, тот раунд, наверное, 4 в 1-го, то уж точно должны были забирать ребята из команды Спраут. Соответственно, все окей. Ну что, друзья, мы увидели уже кучу неимоверных событий. Бешеная первая половина, неожиданная игра за атаку от БиПро. Счет 13-2. И потом еще и мы увидели почти уже оформленный камбэк. И по ходу допы, и мираж мы с вами можем посмотреть. Чего ждать на мираже, я уже не знаю после того, что мы увидели сейчас. Да уже никто не знает. Да уже Спраутом точно, по-моему, додушат своих соперников. Ну да, вот так часто и бывает. Если уж ты с 2.13 даешь камбэк, да, и выходишь на такую классическую карту, понимая, что ты много готовился, и, в общем-то, соперник перед тобой на бумаге не самый сильный. Хотя, наверное, на Нюке и на Трейне БиПро оспорили этот тезис. Все-таки должны дожимать. Ну еще непонятно, дожмут или нет. Даже если дойдут до допов, что будет там, тоже большой вопрос. В чате пишите свое мнение по этому поводу. Как вам вообще матч? Потому что действительно зрители в не меньшем шоке, чем мы от происходящего. Просто такая дичь происходит здесь в защите. Просто и одна, и вторая команда не могут собраться, четко принять своих соперников. И, в принципе, мы получили такой очень веселый, классный, интересный Counter-Strike. Ну, пока непонятно, чем все закончено. Здесь уже классическая какая-то история с сервером произошла. Ну и друзья нам напоминают, что команда B.I.G. выиграла в первом матче. Тоже, наверное, внезапно. Хотя и более ожидаемо, как бы там ни было. B.I.G. сейчас-то по большому счету микс. Но вообще практика, особенно команд World Defense Clan показывает, что не так и важно, там, микс-то, да, или полноценная команда. Главное — это уверенность себе и сломить уверенность соперника. Ну и вообще хорошо исполняют. Видно, что там Ксантарес по-новому заиграл, например, да, действительно. Ну и Смуя. Я лично очень сильно ждал возвращения этого снайпера британского, неутомимого. Слушай, ну там, опять же, все-таки не окончательный даже состав у бегов. Ну, Nex еще должен появиться. Да-да-да, то есть еще и Nex должен вернуться, то есть у бегов. То есть все начинается только, грубо говоря, с самого начала. Уход GOBA B, конечно, повлияет на стиль команды. Ну да, теперь, насколько я понял, Легия будет тренером. Как Афу выставлен трансфер, то есть он открыт для международных предложений. Довольно долго он работал с Berlin International Gaming. Ну вот интересно, чем займется GOBA B в свободное от работы время? Все-таки сколько он уже лет посвятил Counter-Strike? Наверное, только ты сможешь ответить на этот вопрос. Будет аналитиком, там, каким-нибудь дополнительным еще в команде. Я думаю, просто там боссом он не будет. BIG. Ну, хотя он, насколько я понимаю, в руководстве, то есть он один из основателей этой организации. Ну, я думаю, он будет помогать ребятам даже, вот, какие-то советы давать, там, что-то анализировать тоже пытаться. Еще и с тендинами будет врываться, тряхнуть стариной. Все-таки, ну, GOBA B как капитан, он же не падал. Ну, на самом деле, имею в виду, что пока ингейм-лидером не стал, по-моему, Тапсон после этих перестановок, GOBA B отлично справлялся со своей задачей. Не, ну сейчас, знаешь, там полгода не поиграя, с тендином уже будет очень тяжело отыгрывать на чемпионате. Ну, опять, ну, реально полгода. Это уже большой срок, уже немножечко ты устаешь, точнее, забываешь, замерзаешь, и нужно вновь включаться, тренироваться, чтобы набрать форму. Так вот просто сесть и раздать, ну, вряд ли получится. Ну, в любом случае, Blade в студии аналитики отметил, что BIG прогрессирует по ходу турнира. Есть некоторые команды, которые показывают такую тенденцию, и это очень хороший знак. Ждем их дальнейших выступлений. Как считаешь, что с HellRaisers они на этом турнире явно не блеснули своей формой? Ой, я, короче, ничего не буду говорить, я скажу, наверное, как и все. Парни, после отпуска там на мажоре посмотрим. Там еще Ламыч, что мне говорить? Ну, твоем мнении, интересно, ты тоже не понаслышке знаком с этим составом, с этой командой. Состав неплохой, но почему-то вместе у них пока не получается. Опять же, увидим, что будет на мейджоре, но ждешь ли ты многого? С каждым месяцем все как-то не растет в том темпе, не улучшается игра, как, возможно, должно было быть. Честно, не знаю, пусть уже отыгрывают мейджор, а там посмотрим. Еще есть время подготовиться, еще есть время напомнить о себе. Да, ну а мы напомним уважаемым зрителям, что мы просматриваем GGBet Invitational New York, команда, которая одержит победу на этом турнире, станет первой среди восьми, получит слот и сумеет, если не будет, конечно, никаких проблем с визами или чем-то еще, полететь на ESL New York. Вот такие истории. Ну а команда, которая займет второе место, получит пять тысяч долларов. Замечательные серии турниров GGBet Invitational, которые организует студия Maincast. Мы смотрим уже, ну вот за третьим сезоном, разыгрывали слот и на Кельн, и на EM Chicago, и вот сейчас на ESL New York, как мы и сказали. Force отжали слот как раз-таки на прошлый турнир, да, на Chicago, но не сумели поехать. Сейчас они уже, никого, наверное, особо не удивив, вышли с первого места в своей группе. При этом, опять же, отличную форму парни показывают. Ждем их дальнейшего выступления, но в группе B с первого места вышла команда Optic. Хотя с Bepro тоже не без проблем, были допы. То есть такая команда пока, напомним, не сумели Optic, как это ни странно, потому что на бумаге состав выглядит сильно пройти на мейджор. Ну и сейчас вот как-то они эксперименным успехом выступают. Что с матчем, друзья, мы по-прежнему так же не знаем. Сколько там человек на сервере? Девять. Девять, да. Ну если ждут десятого, значит, наверное, девять человек на сервере. И мы возобновим просмотр замечательного матча Bepro. А счет какой? Ну, 15-14. Да. Ну сейчас увидим. Ну, по идее, 15-14. Кстати, какая там последняя серия раундов? Я уже немножечко не помню, сколько раундов проигрывали. Сейчас посмотрим. Так, а страницу матча-то на HLTV я и закрыл. Что по экономике будет просто очень интересно, там, 2800. Не, все обнулилось, так что тут уж точно ничего не сумею подсказать. Ну уж сколько будет, столько будет. С тем и будут играть ребята из Bepro. Как бы там ни было, справа. Тут, как ты сказал, реально могут такой кармический должок вернуть. Правда, не Моузам, а ну хоть кому-нибудь. Сами-то отдали камбэк с 12-3. Это кошмар, просто такую игру не выиграть. Вот честно. Какую? Вот если ты, допустим, ты Bepro, да? Да. Ты выиграл первую карту, ты выиграл 13-2. И просто всю половину надеялся на лучшее, на следующую закупку, на следующую. Ничего не менял. И в итоге вот уже все. 15-14 ты уже думаешь, что, наверное, будут допы прямо сейчас. Надеясь на лучшее, готовься к худшему. Вот, наверное, еще Bepro немного и не хватило. А знаете, что самое смешное? Сейчас начнутся допы, и они выиграют 3-0 за защиту. Bepro? Да. По законам жанра, друзья, как это обычно и бывает, действительно, это возможно. Хотя, ну, тоже непонятно. То есть, ребята-то играют хорошо, но, опять же, как дела обстоят с психологией? Имею в виду, ты даешь камбэк 13-2. Доходишь до 15-15, как тебе с этим совладать, как тебе с этим дальше в общежитии играть, если еще до третьей карты дойдет? Непонятно. Ну что ж, друзья, там потихонечку готовится сервер, ребята заходят, сейчас быстренько будет возврат. Давай по новой. Миша, сервер снова перезагружается. Да? Да. Так что мы по-прежнему ждем, но ожидание усиливает удовольствие от того, что мы в итоге получим, а получим мы кульминацию и развязку второй карты, возможно, подойдем и к третьей, это было бы не лишним. 23-54 по Киеву, Минску и Москве, и третья карта действительно, на самом деле, расставила бы точки на «ды». Если уж справа дают такой камбэк, то, наверное, по логике забирать они должны. И тут уж уже все решит классическая карта Деймираж. Да, может быть, сейчас один раунд и все, и по домам. Да, может случиться и так, да, может случиться что угодно. Может, просто серверы сейчас не будут поднимать. Всякое, друзья, бывает. В любом случае, в чатике продолжайте писать, продолжайте писать. Будем читать, да, будем следить. Да, другое дело, что задержка здесь где-то 3 минуты, поэтому через 3 минуты вы сумеете услышать наш ответ, например, на ваш вопрос. Тогда лучше не пишите, да, это будет. В смысле? Нет, пишите все равно. Так. Так, ребят. Ну, тут пишут, Минажа не может быть, потому что они бы не сыграли так быстро допы. Ну, это интересная логическая цепочка. Скорее всего, ты, дорогой друг, прав. Вот. Такие дела. Не, я жду не дождусь, не, честно, скажу. Последний раунд. Да. Экономика. Тоже такой вот вопрос, на который неплохо было бы ответить. Что же там команда B-Pro? Ну, по логике, наверное, там тысячи три должно быть. Плюс-минус, нет? Там, наверное, три-четыреста. Ну, вот. Тогда вообще отлично какие-нибудь шот-фармганы. Может, этого как раз и не хватает. У тебя полный фарш, и ты отыгрываешь более-менее дефолтно. Вилтрекс, который, наверное, большую часть всех раундов сидел просто на этом мостовом кране и ждал у моря погоды, дожидаясь только префа на свою позицию. Может быть, сейчас возьмет там Мак-7, пойдет настреливать. Все-таки у B-Pro были некоторые вот раунды просвета, когда у них получалось проявлять контрагрессию на позиции соперника, в частности, врыв с UMP в лобби, который дал размен, там два в одного. Им не нужна контрагрессия. Им нужно сейчас спокойно, чтобы отыграло, возможно, там, как всегда, два игрока на рампах. Ну, то есть один, второй на всякий случай подстраховал. Мало ли, вдруг Аркаду решат сейчас в последнем раунде на рампы оформить, ребята, и Спраут. Поменять Вилтрексу позицию. Просто вот расстановку сделать совершенно другую на точке. Немножечко по-другому отыграть этот плент. Возможно, вот сыграть раунд с поджимом один был неплохой попытаться. Куда именно, на улицу? 0-0 вот зажать, придушить, вот, ребят, перед будкой, как говорится, если получится. Хотя, вот, честно, я не знаю точно сейчас, что будет по деньгам. По идее, 3500 максимум. Ну, где-то 3000 мы тут насчитали, поскребли по сусекам должно быть. Посмотрим. Тут, наверное, от справок многое зависит. B-Pro могут шифровать сколько угодно. Справа раскидают, там, пять улиц ворвутся на ноги. Ну, главное, опять же, не пропустить игрока. Вентиль вначале, не проспать игрока, который просто пробегает по улице. Не знаю, стоит ли самим играть. Вот сейчас агрессию тоже, это все очень опасно, рискованно. Там, поджать улицу, можно пропустить рампы, там, или выход на точку. Сложное решение. Я не знаю, что сейчас будут делать ребята из B-Pro. У них просто вот настолько все не получалось за защиту, что даже и не поймешь, что сейчас лучше сделать. Как за атаку получалось, так и за защиту не получалось. Абсолютно зеркальная, действительно, ситуация. Ну, а справа уже наплевать после такого камбэка. Они уже, наверное, ко всему будут готовы. Интересный матч. Не всегда ждешь, наверное, когда встречаются команды, там, не высшего, может быть, эшелона. Борьбы при этом такого качественного КСа, как бы там ни было, и от тех, и от других. Но для B-Pro это однозначно проверка на прочность, проверка своих сил. Наверное, вообще лучше закрыться, знаешь, там, даже на улице, там, не принимать, там, стандартно, как там, никого туда не ставить. Вообще закрыться в плентах, там, на лестнице, отдать эту улицу. Ну, да, вот с одной стороны, но с другой, не знаю, я, конечно, непрофессиональный игрок, но насколько эффективно закрываться, если у тебя бай, там, ну, на три тысячи, условно говоря. Может быть, тебе нужно сначала найти какой-то энтри нестандартным маневром, а потом уже что-то делать, то есть идти на сближение. Ну, либо закрыться на какие-то ближние дистанции. Ну, или так. Я даже не знаю, просто тоже рисковать, сейчас куда-то врываться, просто получить один, там, хедшот с Калаша. Да вообще жесть будет сейчас, друзья. Вот такие паузы, с другой стороны, не всегда благотворно влияют на команду, которая дает камбэк, темп сильно сбивается. А что случилось вообще? Нам так и не сказали, к сожалению. Ну, сервер упал, а кто его упал и вообще по какой причине? Кто его упал? Кто это сделал, вообще? Упал сервер, говорят. Рокинг пришел, уронил. Кто там его упал? Жизнь упала, друзья. Ну, да. Какие-то проблемы с сервером были у нас сегодня, пока не решаются. Ну, и, видимо, совсем скоро там ребята возобновят встречу. Минуту, говорят. Да, нам подсказывают минута максимум. Так что ведем обратный отсчет до старта этого космического корабля под названием «Матч Бипро против Спраут». Ну, реально, очень интересная встреча. Ну, а зрители в чате просто спрашивают, что случилось, что произошло. Ну, тоже интересно, нам тоже, друзья, интересно, потому что DDoS-атака, это просто админ не ту кнопку нажал. Кто-то знал пароль от сервера, там все может произойти, просто случайно зарестартил. Да, когда-то даже отдельных игроков просто DDoS-или, ничего не могли поделать. Гитрайт пишет, ну, у меня DDoS, что я могу сделать? Сменить IP. Не всегда это просто сделать, особенно если он у тебя статический. Так, все, поехали. 15-14. Ты что, если тут денег? Там даже больше, смотри. Ладно. Агрессивный диффенс отменяется. Стоим по точкам. Все нормально, хватило достаточно. Что ж, самое интересное, дамы и господа, 15-14. В шаге от допов находится команда Спраут, которая первую половину проигрывала 2-13. Снова-таки Сирсон, он сверху просто. Походу был сейв, да? Походу был сейв, друзья, но это уже не важно. Сирсон дает антрекилл, он вновь просто пролетает улицу. Что ты там делаешь, Зигс? Кого ты там пытаешься поймать? Ты должен делать. Сирсона пытался поймать. Данислав, ну, это может делать, да. Но ты что? Где Данислав? Поставили на рампы снайпера. Окей, Аплэн. Втроем укрепили, хорошо, но... Вилтрекс, смотри, где стоит. А, нет, не втроем, двое на А. Здесь вообще все очень-очень опасно. Вилтрекс, дружище, да тебя сейчас уберут с первой же пули. Но, может быть, рассчитывает на хелпо от Рокинга. Посмотри, Закита. Сейчас он будет заходить и смотреть наверх. Так, Рокинга убирают сразу и Вилтрекс убирают сразу. Это просто космическая связка до точки А. Ну, ребята, что вы делаете? Браво, Спраут, супер камбэк, просто красавчики. Таким... И выбора теперь уже нет. Нужно выбивать. Тафа просто в шоке. Да они... Вот, просто этот плент, это какой-то кошмар. Ну, поменяйте позиции, сыграйте нестандартно. Да просто сядь ты на будку. Видишь, вроде даже особо тут и не напрягали как-то. Ну, там по первым раундам напрягали. Не помню, кто Рокинг там, по-моему, сидел. Но в целом, да. То есть все раунды это уже в какую-то шутку превратилось. Денислав. Куда ты денешься с подводной лодки? Конечно, перед смертью все-таки сверкнул ярко. Фаун один хп. В итоге выиграл решающий раунд. Хорош, хорош. Ситуация один на один. Ну что ж, друзья, ну и вот теперь посмотрим, что поменяется на овертайме. Смогут ли БиПро сейчас вот взять ожидаемые три раунда в защите. Это будет самое смешное, что сейчас вот точно три из трех зайдет за оборону, а вот за всю половину так и не получилось три. Ты прям ставишь на 3-0? Да я ставлю на 3-0. Давай мини-ставочка. Ну хорошо, я ставлю на 3-0 от Спраут. Как тебе такой поворот? Неплохо, неплохо. Мне не нравится защита от БиПро совершенно. Но это же допы. Это сейчас не поддается логике то, что сейчас будет происходить. Мне кажется, совершенно противоположную игру мы увидим. Быстрый выход. Фаун в вентиль. Ну тут ничего не поменялось. Окей. А здесь пуш. Вы посмотрите, Вилтрекс не сидит на кране. Он пошел поджимать с тиммейтом. Там внезапно спиди оказывается с гранатой в руках. Вот почему нельзя это было сделать раньше? Я не знаю, вот почему. Вот потому. Там игрок снизу, кстати. Тут уже Зиг сдает минус. Шпионы-то прорвались. Ну тут немножко переиграл Зигс. Но он все время забывает, что ходит с Сирсона и никого не чувствует. Потому что у вас Данислав немного в другом месте находится. Данислав пропустил. Ошибочка. Мирбит классный минус. Должен быть фраг от Вилтрекса. Но он дискредитировал свою позицию по итогу Мирбитова. Просто перестрелил. Как такое дается? Рафту 1-2. Но он на пленте противоположном выходу бомбы. Так, ну 3-0 отменяется, да, для меня. Ужас! Как играет ужасно Вилтрекс. Просидел всю половину наверху. Ну а сейчас просто банально простой... Опустился на дно. Да, просто на дно ушел парень. Простой минус не сделал. Простейший. Что случилось, дружище? Давай, собирайся. Ну, не вынесло. Душа поэта. Есть киты. Есть смоук. Рафту. Надо проверить будку гранатой. Почему бы не... А, умирает. О, увидел ножку. Он увидел ножку в будке. Можно даже прошивать. Но ничего не попытался сделать. Может быть, не понял, что против снайпера играет. Или даже непонятно, с чем связаны такие маневры. Ну, скорее всего, не понял, да. Понадеялся, что там какой-то калаш. И вот 1-0 для Спраута. А допах 16-15. Спраут выходит вперед. Стартмани 10 тысяч не забываем. Поэтому, ну, где 2-0, там и 3-0. По сути. Где-то так. Бипро. Бипро любители посейвить. Так что еще посмотрим. Но, по-моему, как-то они упустили нить игры. А вот Спраут. Да они просто опять в очередной раз пропустили вентиль. Так, тут что-то на сервере случилось. Мы слышим чат, друзья. Возможно, сейчас этот раунд отменяется. Да, уходит обратно на респаун атака. Ну что, тап нажмем. Там что? Интернет. Что такое? Пинг. Что? Что? Что происходит, парни? Ни у кого не прыгает. Вроде все в порядке. Даже, кстати, чуть улучшился. По 50 было, когда мы в прошлый раз показывали. Где-то там по 25 у Спраут. Наверное, время уже более позднее. Нагрузка на сети снизилась. Нет, мы меняли сервер. Просто где-то он поближе. Ну или так, да. Ну просто там чуть ли не лан уже. Вылет у нас, друзья. Вылет, вылет. Ну хорошо, что до размена все это произошло. Потому что могли и не позволить доиграть этот раунд. Точнее, выйти на паузу и возобновить. А доиграли бы, и там уже кому-то было бы неприятно. Ладно, окей, ночные паузы. Наши любимые, ну почему бы и нет. Впереди, возможно, карта Мираж. Уже даже больше шансов то, что будет Мираж, чем закончится эта встреча. Комбэк, друзья, напоминаем, за атаку. В исполнении команды Спраут, которая, играя в защите, умудрилась проиграть 2-13. Но за атаку, за камбэчить и уже выйти вперед на допах. Это действительно противоположность матча против команды Маус Спортс на миноре. Если отбросить важность матча, наверное, даже большее достижение. Как минимум в плане камбэка. Хотя все еще нужно выиграть. Как бы хорошо ты не шел, как бы уверенно ты себя не чувствовал. Ну, допы есть допы. По сути, тебе 4 из 6 нужно взять. Или твоему сопернику. Да, по сути, это только 1-0. Поэтому ждем возврат последнего игрока. И, конечно же, уже очень интересно, чем закончится карта Денюк. И будет ли Мираж, или все-таки на сегодня все. Завтра не забывайте, друзья, также 2 БО-3. Послезавтра завершающий день этой квалификации. 3 БО-3, 2 полуфинала. Уже плей-офф мы начинаем смотреть. И, конечно же, финальный матч. Все это будет за один день. 3 БО-3. Ну и очень интересно. Кто же выйдет в финал вообще? Какая команда сможет добыть себе слот в Нью-Йорк? Сам Нью-Йорк в конце сентября, друзья. Но это уже после мейджора. Это уже после Бласт Москва. Да. Тут еще очень интересно, смогут ли Форс второй раз подряд стать победителями GGB Inventational серии. Есть абсолютно все шансы у команды. Действительно, если будут так же дальше играть в свою игру, добавлять где-то, где-то чему-то учиться, то, по идее, для них должно быть без проблем. Но реальное повторение матча, например, АВГ против Форс, например, в финале. Это тоже реально. Вполне возможно. За АВГ мы тоже будем наблюдать. А пока что немного радиоактивных растений в ленту. Предупреждают о чем-то. Сможешь перевести? Нет. Это очень сложно для меня. Тяжелые растения. Внимание! Восклицательный знак в треугольнике. Отлично. Мы ждем возвращения одного из игроков на сервер. Ну, это не стой под стрелой, короче. Правильно. Это хороший совет, такой мы уважаем. Все, что было написано, да. Мойте руки перед едой. Тоже неплохо. Так, друзья, ракету нашли. Нет, это не ракета. Пора возвращать, да, ракету, Нанюк? Ну, тут. У тебя уже, наверное, нужно спросить. Скучаешь по ракете? Конечно. Как же без ракеты, без этой подсадки? Красивая, конечно, карта. Ничего не скажешь. Переделано очень много таких секретных помещений. Прострелов не хватает. Хороших прострелов. Таких вот, чтобы шилось, как и раньше. Абсолютно все на этой карте. Так как от Фореста был из 1.6 этот просто знаменитый хайлайт. Он там через две стены кого-то простреливал. Да, да, да. Там тот же самый прострел, например, который если бы работал бы мощно, там, с рамп. Будку принимать, выход. Раньше просто невозможно было выйти из будки, потому что парень с бетом нашивал и не выпускал тебя. Ох, а как? В 2013, по-моему, на Нюке подсаживались и дефюзили бомбы через потолок просто. Да, ну это вообще, это очень старое, это 2008, там, я не знаю. Не, это, ну, в CSGO было такое. В самом начале, да, были прострелы с Б-плэнта на А через этот, через пол потолок как раз. Ну, тут прострелы есть, там, все это стекляшка, там, я думаю, особо жесткие ребята, там, специалисты по прострелам по карте Нюк знают. Тут куча хитрейших моментов, они, конечно, присутствуют по-прежнему, но, конечно, исполнение тут крайне сложное. Все, поехали, 15-16, АВП у Данислава, 4 М-ки, 3 вторых армора, 2 первых, ну и 16-15, опять же, да ладно, но это уже не смешно. Какие-то пропускают, правда, 37 хп, Сирсон. Очередной антрекилл на этот раз на Б все проворачивает на рампе этот игрок, тут Данислав не попадает, этот, да, ты был абсолютно прав. Ничего не поменялось у нас с основного времени, ничего особо и не поменяли Бипро, просто не могут принять соперника, и Спраут реально переворачивает эту игру. Рокинг будет тащить клатч, но нет, едва открывает дверь, и Фаван прекращает установку бомбы, вешает хэт, 17-15. С другой стороны, мы-то помним сторону 13-2 от Бипро в атаке. Неужели ты не веришь, что прямо сейчас не все? Это уже так не работает. Спраут второй раз на те же грабли наступать, походу, не будут в этом матче, хотя кто его знает, возможно, очередной очередной А запущу, и Бипро смогут все-таки собраться и на вторую серию допов, перевести эту встречу, и, возможно, даже выиграть на двух картах, но давайте, по-моему, уже начинать мираж быстрее, потому что реально свои шансы вы не использовали. Шансы были, матчпоинты были. Много матчпоинтов. Шесть. Имеем, что имеем. 13-2. Денис Лав. Вот вроде бы не проверяет, но он уже даже забрать не может. Тут какие-то дикие стрелки. Он психует, что ли, нервничает вообще действительно. Мирбит сидит на выходе со спауна, видел соперника, хотя Рокин, по-моему, тоже видел Зикс. Временем забирает Пауна. Там же есть игрок атаки. А, он спиной, он смотрит спину. Номер 10, это Спиди, мне интересно. Но нет, он на своей позиции, только как будто он в защите. Давайте представим, все нормально, он на своем месте играет, ему нужно просто принять выход по улице. Но не забывайте, что Спиди за атаку. Спиди. Пока что ждет. Там у Вилтрекса проблемы, но он хоть позицию поменял уже. Да неужели, а где сидит? Куда-то там поползенько. А, ну тут все, да. Аплэнд пуст. Сюда как к себе домой заходят. Игроки Спраут устанавливают бомбу. Вилтрекс и Рафту. А их еще и контролят со Сквики. Хотя очень быстро Мирбита находят. Ну что, 2 в 4, парни. Это ваш шанс. Настало ваше время. Нужно вылетать и тащить этот ретейк. Гранат нет. Да, тут, к сожалению, увы. В общем-то, наигрались. Вилтрекс. Думает, зря я ушел с Плэнта в последнем раунде. Надо было сидеть. Сейчас бы точно не проверили. Ну да, сейчас бы точно не проверили. 3-0. Легчайший камбэк для Спраута. Сирсон. Вот это молодец. Вот это герой своей команды. Особенно по последним, самым важным раундам. Сколько он энтри находил? Сколько раз? Вот даже в последнем при счете 15-14, да? Как он девятку законтролил? Спиди доволен, как ты думаешь? Конечно, доволен. Да он счастлив просто. 0-15. То есть ты идешь 0-15, твоя команда проигрывает 2-13. Сложно оценить масштаб такого тильта. И тут невообразимым образом вы выкарабкиваетесь. У вас третья карта. Я даже так скажу. Спиди на третьей будет в числе лидеров. Вот я бы просто на это поставил. Хорошо, подожди. Если будет, это третья. Потому что последние шансы есть у Бипро. Три маппоинта у Спраут. Камбэтищем. Оформлен просто сложнейший, сложный... Жесточайшим образом. Жесточайший и невероятный. Невероятный. Я просто уже... Я не знаю, как его назвать. Это просто... Это нужно умудриться такое вот не выиграть. В защите. Я говорю о команде Бипро. Ну и, в принципе, здесь уже нечего комментировать. Отлетел Рокинг. Попытка выйти рампы. Сейчас будет там немножечко нестандартная позиция у Мирбита. По идее, свой один минус он даст. Если пойдет там по первому хорошо, то и второго зацепит. Тут вообще без гранат этот будет выход. Оу, найс, Денислав. Но Мирбит мог и двух, конечно, зацепить. Снайпер тоже не попадает. Это реальный шанс для Бипро спасти сейчас раунд. Они уже на точке. Но здесь двойка игроков в Спраут. Хотя окошко вроде бы давится. И первого и второго забирают без вариантов. Бомба уже устанавливается. Денислав. Ну, вроде бы все хорошо. Спраут теперь нужно уходить на сейв. Мы помним, что это 10 тысяч. И проигрывая следующий, Спраут при этом не имея сейва, они остаются на такой же экономике, как и Бипро. Вот в прошлом, там, последнем раунде. Реально не хотелось бы так, что здесь Спраут действует очень осмотрительно. Ну, молодцы, конечно, Бипро. Свой раунд взяли. Красавчики. Мапоинт отыграли. Еще два. Но будет, опять же, посложнее, учитывая эти сейвы. Возможно, чуточку. Если получится и второй взять, то там немного плотнее будет закупка в третьем. Ну, сейчас посмотрим, как будут с экономикой действовать. Спраут. Ух, вот это нюк, вот это атака. Ну, что там? Бодрит, бодрит. Это атака, конечно, сегодня. Делаем прогнозы. 18-18. Все, я... Можно без прогнозов? Открестился. Зарылся в плед и просто наблюдает. Ну, давайте, чтобы были еще одни допы, скажу, что Спраут должны дожать. Проверим, работает теория или нет. Там у Игоря, там у Слэмчика есть теория про червя. Когда мы кого-то хвалим, то это в следующем раунде совершенно по-другому. Вот, кстати, Сирсона так и похвалили. Что-то он там немного помазал. Ну, и, кстати, может быть, сейчас у него что-то получится. Стоит довольно открыто против радио. Флешка. И Сирсон. На самом деле мог бы позволить себе, наверное, и прожать. Очень молниеносно Бипро раскручивают свою атаку на Аплэн. Погибает Фавод на будке. Следом нужно забирать девятку. Но из-под плента выныривает Кита. И пока он отвлекал на себя внимание, Спиди сделал два кила. Бомба ушла вниз. Сейчас Молотов вилку остановит или нет. Посмотрим. Денислав должен спасать. Сейчас очень важно. Динфу. Дали. Сирсон горит. Хороший выпад. С мочком обновил. Ну, тут шикарно, конечно, действует Денислав. Три в три уже ситуация. Ну, зачем он... А, вот зачем. Никто не контролирует. Да, держал в голове, что с длинного тоже кто-то мог на него выпасть. А что там делать Рокинг-Вентили? Ему нужно выйти, проверить уже этот аквариум. Сейчас тут от Денислава много зависит. Флешка. Он ждет. До последнего открывается. Спрей в одном. В принципе, нормально. Времень до взрыва. Бомба 12 секунд. Сейв. Сейв. Да, 18-17. Идет на плейд. Подожди, идет на плейд. Ну, тут не пройти уже никак. Нет, уходит. Не, 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 нужно убегать. За ними, за ними нужно идти. Да, да, да. Ну, с ножом. Как-то слишком просто взорвется Зикс. Уже не важно. 18-17. Что за дивный матч? Что вообще за команды? Так, 7500. Фавен. Плюс два девайса есть. Вот он, в принципе. Ключевой, наверное, минус. Один и второй. Да, ключевой игрок в раунде. Однозначно. Пауза. Интересно. Там, наверное, оставалось парочка пауз. Что интересно, вот и те, и другие летели по первой и второй половине, соответственно. Но прям обилия каких-то таймаутов мы не наблюдали. То есть команды не использовали прям по четыре. Был, может быть, один-два. Так что посмотрим, что же здесь обсудили. 18-17. Еще один Bepro нужно вытащить, чтобы Спраут немножечко погрустили так же. А мы с вами почему бы и нет, почему бы не посмотреть еще одни допы. Друзья, как у вас там настроение? Либо все уже ждут мираж и победы от команды Спраут. Вот сейчас и посмотрим. Пять калашей. При том, что у Bepro были возможности закупить авик, если бы они считали это необходимым. Но нет. Решили разыграть другим образом. Пострадал на двери 48 хп. Ну, повезло, что выжил, что не залетел какой-то хэдшот. Уже хорошо. Но тем временем мы видим, да, немножечко зажимается здесь защита на точке А. На рампе работает пока что два игрока. Боятся вот этих выходов на размен. И вот тут уже решили ребята все-таки здесь по разменам выйти. Ну и как раз успевают. Успевают все четко сделать. Конечно, сместился там один из игроков. Хотя нет, только сейчас пошел спиди. С вилки, да. Молик на окошко. Ну, вроде бы успевает сесть как минимум за реактором сверху. Так, он должен был слышать. Сейчас минус кита. И здесь пошла агрессия по окну. Так, подождите. Могут и второй фраг найти. Тут нужно не спешить. Очень интересно, что там за перетяжка от рокинга через респаун. Правда, с Мирбитом, да, нужно что-то решать. Не знаю, знаю, что он здесь. О, вторая как залетела. Просто филигранно. Он даже не зажал, потому что не знал, где его прицел в этот момент находился. Спиди. У него вроде бы нормально все могло получиться. Линия, да. Его 31, 30 кп соответственно. А что с этим делать? Может быть, Сирсон как спасет положение? Да. Два врывается. Не подгорел. Выживает Сирсон. И снова Данислав. Похожий с прошлым раундом ситуации. Да тут никого нет, парни. 24 секунды. Как бомбу выставить собрались? Что? Что они делают? Ну вот уже парни понимают. На уходить. Да, надо быстро на... А это, кстати, крутое решение. Тут уже Фаван возвращается. И он будет в нужный момент выходить из будки. Как раз вопрос его прикроют. А его не прикрывают. Его прикрывают из двери. Но игрок успел поставить и сам занять позицию. Но у Фаван очень быстрый темп. За плент ушел. Жестко. Сейчас будет инфа, что за плентом. Хорошо. Время уже прошло. Да, и плент прикроет. А Фаван очень спокойно выпускает. А куда ушел? Куда перешел Данислав? А он сам решил играть в Майнгеймс. Фаван заметил его или нет? Вот что интересно. Так, ну ладно. Рокинг просто решил с ножом в руках возвращаться на сквике. Отбрасывается. Нет, это был не смог. Просто какая-то постная граната на будку. Рокинг отстреливает Фавана. Еще один фейк. У Сирсона 25 хп. Рокинг, понятное дело, собирается играть на время. По итогу делая контрольный выстрел. Выводит свою команду на вторую серию дополнительных раундов. 18-18. Мы в восторге. Потому что, друзья, такие матчи бывают даже не каждый месяц. Даже не каждое полугодие, наверное. Так, Сирсона 40 фрагов на данный момент, друзья. Ну что, мы проверили теорию. Действительно работает. Что ты говоришь, сразу происходит наоборот. Сказал Тафа, что Спраут дожмут и все. Бипро берут. Поэтому, друзья, уже ничего не будем говорить. Давайте просто насладимся второй серией допов. Коэффициенты на ваших экранах. GGBet чуть-чуть верят все-таки в силу команды Спраут. Но сейчас Бипром продолжают атаковать. Вот интересно, вторую серию смогут ли они так же хорошо. Душить своих соперников. Ну, при счете 18-18. 1-48 на 2-53. Сирсон за красным. По-моему, остался вне поля зрения своих соперников. Хотя Бипро и подозревают, что кто-то улицу мог поджать. Так, а кто здесь? А тут никого нету, в принципе, в помощь. Поэтому в соло, в соло. Привет, дружище! А вот это хорошо. И теперь, да, главное, вот сейчас мейн слишком широко уходит. Но и неважно, Спиди вновь ошибается. Вообще у Спиди игра не идет сегодня. Спиди здесь, наверное, раз 10. Не здесь, что раз 5 погиб. Ближе к мейну и чуть дальше. Так, а что делал Зикс? А, вот так вот, понятно. Как всегда, традиционная игра на размена. Кита под флеш, его никто не видит. Он тоже никого. Ну, эта флешка, конечно, была для него. Ну, просто роковой, фатальной. 19-18. Бипро. Слушайте, у нас 3-0, 3-0 и все в атаке получается. При этом первая половина доминировалась атакой. Вторая доминировалась атакой. Короче, Сирсон движуху все создает в команде Спраут. Вот дает entry kill, раунд берется, лезет там убивать, умирает. Раунд отдается, пауза, друзья, у нас матчем. После этого матча нужно будет просто отнять из общего количества раундов раунды, которые были взяты атакой. И мы получим число меньше 10, что-то в таком духе. Атака ужас. Ну, смотри, 2 раунда и 2. То есть 12-2, 13-2, 2 половины. То есть 4 раунда мы выделили вообще в этом матче, выигранный в защите. Да, да, 4 раунда. Всего 4 раунда. За 37 отыгранных к текущему моменту. Получается, там из них один пистолетный. Вообще просто печальная ситуация здесь, друзья. Просто печальнейшая ситуация в защите. Ну ладно, нюк еще не закончен. Сирсон. Все только начинается. Да, навики. Работает против радио, к нему собираются выходить. Ему очень нужен фраг. И он собирается его давать. Ну есть все шансы, да, очередной энтри сейчас. Ждут его, он не идет, он не выйдет. Ребята, ну это походу Спраутер берут раунд в защиту. А, то есть прям так, приговорил. Или нет. Ну когда я так говорю, сейчас в ответ точно бифро заберут. Теперь понятно, за кого ты болеешь. Вот так мы тебя задетектили. Да ладно, ну как так? Промахивается второй раз. Я не болею за Спраут. Ну да, мы это уже выяснили. Так, минус от Мирбита, поджимающего в спину. Все-таки есть. Здесь же Спиди дает 2 кила. И по-моему эта атака все-таки разваливается о непреодолимую стену команды Спраут. Вот он план Сирсона. Это тактическое отвлечение внимания, чтобы включиться в самый ответственный момент. У меня там, да, столько шансов было. Мне казалось сделать фраги, но он начал там суетиться, смещаться. Там не понравилось ему сверху на ящике. Там не знаю, что он думал, что сейчас снайпер на него выйдет, его сможет подловить. Но в итоге первый, второй шот не попал. И третий только потом там начал уже попадать. Но в принципе там до этого уже Спидидом всех раскрушил. Третий раунд. Ну вот наконец-то не сухая в половине. Наконец-то защита выиграла. Вот только мы поругали защиту. Так, держим в голове. Пятый раунд для защиты. Так, а Молотов полетит? Либо флешка Сирсона у меня вот очень интересно. Либо сейчас забудут и вот... Ну, кстати, довольно редко использовался этот поджим. Мы в основное время прямо сейчас, поэтому вполне могут забыть. Сирсон. Оп, отстрел первого. Все, еще себя может Моликом закрыть. Стать где-нибудь подальше на второй фраг. Реально раза два или три, может быть, поджимался этот секрет. Ну что, что вы? Что вы? Вот так вот все умираем от Сирсона? Ну ладно. Ладно, умирайте дальше. Ладно, дальше, да. В принципе, что тут такого? Там бомба упала. Ее нужно забирать. Куда полетел Данислав дальше? Непонятно. Ну и рокинг. Минута пять секунд. Два-один в защите. Все становится на свои места у нас во второй серии допов. Защита начинает просыпаться. По крайней мере, у команды Спраут. Посмотрим, смогут ли БиПро повторить успех Спраут. А может быть, сыграть еще лучше. Ну или рокинг. Вот сможет ли еще один в три выдать. Но тут уже без шансов от Спиди. Сколько тут уже у Спиди? Человек, который шел со статистикой 0.15, но немного уже подразогнался. 17-29. 12 ассистов. Жесть. 12 ассистов. Посмотри на остальную команду. Сразу видно, у кого не летит. Сразу видно, за счет чего у всех остальных такие космические цифры. Или ладно. Сразу видно, у кого М-ка защитит. Или так. Просто бегает, дамаж, остальные добивает. Но надо сказать, что Рафту недалеко ушел. У него 18 фрагов. Но при этом статистика по ассистам и близко не такая впечатляющая. Да, тут уже явно Спиди не самый последний игрок по статистике, скорее всего. Сирсона DR-134, конечно, душит, душит очень люто. Немножечко подгорел. Да, придется отступить. 52 хп остается. Под бэп лентом смок. Туда направляется атака. Данислав, кстати, снайпер. Вот тут опаснейший момент. Ему залетает флешка, он уходит вниз. И дальше уже смотрим, какое решение будет делать сам снайпер команды. У-у-у, не попадает. Молотов дает. И да, уход вниз. Но здесь нужно аккуратно ребятам под девяткой отыгрывать. Потому что может быть и вот такой поворот событий. Конечно же. Кита, который просто просачивается. Вилтрекс. Легендарный Вилтрекс-то. Вот для чего эта позиция. Да что ж такое? Оно никак не залетает. Но здесь фаун минус. Хорошая хаешка в 9. Минус от Спиди 3 в 2. Феноменальная хаешка. Залетела действительно. Сирсон 28 хп. Но для него, как для снайпера, это не так важно. Бобов ставится в закрытую. Теперь мы увидим способность Бипро выбивать. Как же Сирсон выжил. Здесь 5 хп было мало у него. Здоровье. Сирсон тащит. Есть Молик. Там смог есть. Молик в ответ. Ладно. Сложно было, но я понадеялся. 20-20. Бипро внезапно показывают нам свою работоспособную защиту. Теперь любой из команд нужно взять 2 раунда для победы. Ну, если по одному, мы смотрим за еще одну серию доп. Ну, да, да, да. Тут интересно, интересно, друзья. Бипро смогут ли сейчас выиграть раунд, выйти вперед, получить очередной матч-поинт? Либо все-таки все по сценарию атаки. И сейчас Спраут вновь тащит. Давай, Бипро, соберись, парни. Спраут, соберитесь. Давайте, Спраут, соберитесь. На два лагеря разобьемся просто с Таффой. Да, мы веселимся, друзья, на самом-то деле. Раскидка улицы от Спраут. Решили все-таки давить это направление. Хотя где там бомба? Ну, да, бомба неподалеку, позади. Хотя прямо сейчас на Спраут ничего не давит. Могут немного поконтролить это направление. Может быть, там самим куда-то пройти глубже. Снайпер решил с Сирсоном повоевать. Давайте посмотрим или нет. Он ушел вниз, будет с лестницы работать. Вроде на шифтах, но позиции под девяткой такие уже немножечко проиграны. Но не факт, что, конечно, это сыграет плюсом для Спраут. Ну, давайте посмотрим. Тут, кстати, возможно... Нет, вряд ли слышал этот зум, никак. А кто там ближе всех вообще к нему находится? Там Данислав снизу, но он... Окей, Вилтрекс. Угадайте, где его забрали! Ну, размен в пользу команды Спраут. Три в одного. Они ничего не сделали, как будто не было информации. Ну, контроля улицы как такового и не было. То есть они просто прошли в девятку, зашли во плен. Данислав, ты куда же ты, что ты делаешь? Знаешь, что Сирсон в мэне выходит просто спиной к Сирсону отстреливать игрока, который ставит бомбу. Думал, что Сирсон в самый уголочек там будет заходить. Спраут, маппоинт, друзья. Возвращаемся к ситуации, когда Спраут впереди на один раунд. Третий допы, что ли? Ну, не знаю. Вот как-то по нюку и особенно под занавес Спраут, по-моему, больше достойны победы. По крайней мере из-за позиционки Вилтрекса, который просто все раунды сидит. Ну, вот этот якорь на точке А там чуть ли не у всех. Ну, ребят, ну поиграйте, подвигайтесь. Можно там пойти туда, вернуться обратно, прочитать соперника. Вот решили по улице двигаться. Над Рокингом нависла угроза. Мирбит уже валивается в мэн. Вроде бы есть размен, но все равно плюсовый для команды Спраут. Тут Зиксис поможет. Пацаны, это не свои все. Да как же так работает Сирсон. Шикарный, важный минус. Но в большинство. Ну что, два фрага и мы номер 6. Денислава, по-моему, там контролят. Игрок номер 9. Это как раз-таки Кита. Да, он просто обходит Денислава. И, по-моему, разворота здесь никакого от снайпера команды БПРО не будет. Хотя он делает фраг. Жесть. Это какая-то сумасшедшая удача и скилл от Денислава. Кита просто расслабленно тоже стрелял, потому что уже думал, что фраг на 100% оформлен. Здесь смоук перед Сирсоном. Он выходит и погибает. Так, и теперь. Так, ну за контроль. И вот это совершенно ненужная потеря для команды БПРО. Теперь красный Денислав. Немобильно остается против сотого фавана. Ну, такое немцам проигрываться не должно. Да, это префа. Это 22-20. Победа команды Спраут. И третья карта. Дэймираж. Мы сердечно поздравляем всех зрителей, которые остались с нами. Останутся на третью карту, потому что это было легендарно. 47 на 28 сыграл Сирсон. Но это было интересно. По крайней мере, это было интересно, друзья. Действительно, нестандартный нюк, куча камбэков, классная нервная напряженная игра. Ну, жалко, что не на лане, что мы можем сказать. Здравствуй, Мираж. И ждем аналитику. Вот так вот, друзья. Для Вилтрексу мы посоветуем все-таки что-нибудь сделать со своей позиционкой на точке. Ну и вообще, БПРО. Знаешь, вот мы во второй половине обсуждали тот момент, что если все-таки до допов дело дойдет, для БПРО это будет проверка на прочность. И они эту проверку явно не прошли. То есть ты 3-12, точнее, 13-2, конечно, выигрываешь, но какой от этого толк, если по итогу карта проиграна, ты потратил на нее все силы. Ну и чувствовалось уже по последним раундам, как парни откровенно плывут в определенные моменты. Самое главное, что, опять же, учитывая, сколько у них было оружейных раундов во второй половине, вот то, что они в итоге не нашли вот тот подход к этой атаке, не поменяли расстановку, грубо говоря, на точке атома. Вот просто играли, играли, играли. Давайте послушаем вообще аналитику, как только ребята соберутся, там действительно очень интересно услышать мнение о том, что же это был за нюк и что здесь с защитой случилось. Да, обсуждать здесь явно есть что, миллион хайлайтов нас ожидает, да. Ну и мы, в общем, передаем слово студии аналитики, ждем не дождемся миража.